Глава 18. Как рассказывала потом сестра, принял ее чрезвычайно радушно, помогал ей отворять сундуки и раскладывать вещи, угощал и совершенно ее очаровал. И она не могла не согласиться с моим мнением, что мой будущий муж удивительно милый и задушевный человек. Я же решила провести этот вечер наедине с моей матерью. Мне от всего сердца было жаль бедную маму. Она всю жизнь прожила окруженной семьей. Теперь же отец скончался, брат уехал в Москву, и я тоже ухожу из ее дома. Она всех нас очень любила, жили мы с нею дружно, и я понимала, как ей грустно будет остаться одной. Мы весь вечер вспоминали, как хорошо нам с нею жилось. Я попросила маму теперь, когда мы с нею одни, благословить меня на новую жизнь. На примере моих подруг я заметила, что благословение невесты пред отъездом в церковь, при свидетелях и в свадебной суматохе бывает подчас более официальным, чем сердечным. Мама благословила меня, и мы с нею много плакали. Зато дали друг другу слово не плакать завтра при расставании, так как мне не хотелось приезжать в церковь с распухшим от слез лицом и покрасневшими глазами. 15 февраля я встала чуть свет и отправилась в Смольный монастырь к ранней обедни, а по окончании ее зашла к своему духовнику, протеерею, отцу Филиппу Спиранскому, попросить его благословения. 16 февраля, отец Филипп, знавший меня с детства, благословил меня и пожелал мне счастья. От него я поехала помолиться на могилу моего отца на Большом Охтинском кладбище. День прошел быстро, и к пяти часам я была уже причесана и одета в подвенечное платье из белого муара с длинным шлейфом. Как прическа, так и платье были мне к лицу, и я была этим очень довольна. Свадьба была назначена в семь часов, а к шести за мной должен был приехать племянник Федора Михайловича, Федор Михайлович младший, которого мой жених выбрал своим шафером. К шести часам собрались мои родные, все было готово, но шафер не приезжал. Не привозили и сына Ольхина, мальчика, который должен был нести предо мною образ. Я уже начинала сильно беспокоиться. Мне представилось, что Федор Михайлович заболел, и я жалела, что не послала днем узнать о его здоровье. Наконец, уже в семь часов, Федор Михайлович младший поспешно вошел в комнату и заторопил меня. Анна Григорьевна, вы готовы? Поедемте. Ради бога, поедемте скорее. Дядя уже в церкви и страшно беспокоится, приедете ли вы. Мы до вас ехали более часу, да назад придется ехать не менее. Подумайте, как измучается за эти два часа Федор Михайлович. — Но ведь мальчика еще не привезли, — сказала я. — Поедемте без мальчика, только бы поскорее успокоить Федора Михайловича. Меня благословили, мы с мамой обнялись и меня закутали в шубу. В следнюю минуту появился и хорошенький мальчик Костя, одетый в красивый русский костюм. Мы вышли. На лестнице стояло много народу. Все жильцы наших домов пришли меня проводить. Одни целовали меня, другие жали руку, все громко желали счастья, а сверху кто-то сыпал на меня хмель, обещавший по примете мне жить богато. Я была очень тронута такими сердечными проводами. Мы сели в карету и быстро поехали. Только через несколько минут мы с сестрой заметили, что маленький Костя сидит без шубы и шапочки. Мы испугались, что мальчик простудится. Я прикрыла его своим широким салопом, и он, немного погодя, крепко уснул. Подъехали к Измайловскому собору. Шафер завернул сонного костью с головою в свою теплую шинель и понес его по высокой лестнице в церковь. Я же с помощью лакея вышла из кареты и, закрыв фотою образ, вошла в собор. Завидев меня, Федор Михайлович быстро подошел, крепко схватил меня за руку и сказал, «Наконец-то я тебя дождался. Теперь уж ты от меня не уйдешь». Я хотел ответить, что и не предполагал уходить, но, взглянув на него, испугалась его бледности. Не дав ответить мне ни слова, Федор Михайлович быстро повел меня к аналою. Началось венчание. Церковь была ярко освящена. Пел прекрасный хор певчих. Собралось много нарядных гостей. Но обо всем этом я узнала уже потом, из рассказов. До половины обряда я была в каком-то тумане, машинально крестилась и чуть слышно отвечала на вопросы священника. Только после причащения голова моя прояснилась, и я начала горячо молиться. После венчания и благодарственного молебна начались поздравления. Потом муж мой повел меня расписываться в какой-то книге. На этот раз мальчика с образом одели, и мы отправились на нашу новую квартиру. Костя по дороге не заснул, но злодей потом рассказывал, что дядя и тетя дорогой все целовались. Когда мы приехали, все гости были уже в сборе. Мама и мой посаженный отец торжественно нас благословили. Начались поздравления с бокалами шампанского. Все присутствовавшие на венчании и меня не знавшие очень удивились, когда вместо бледной и серьезной девушки, которую только что видели в церкви, пред ними явилась румяная, жизнерадостная и, сияющая счастьем, молодая. Федор Михайлович тоже весь сиял. Он подводил ко мне своих друзей, знакомил и говорил, «Посмотрите, какая она у меня прелестная! Она у меня чудесный человек. У нее золотое сердечко и прочие похвалы, которые меня страшно конфузили». Затем представила меня дамам и очень был доволен, что я каждый сумела сказать что-нибудь любезное, и им, видимо, понравилось. В свою очередь я подводила мужа к моим друзьям и родным и была счастлива, замечая то чарующее впечатление, которое он на них производил. Федор Михайлович любил широко угощать, а потому шампанского, конфет и фруктов было в изобилии. Только в двенадцатом часу гости разъехались, и мы долго сидели вдвоем, вспоминая подробности этого чудного для нас дня. Часть третья Первое время семейной жизни Глава первая 1867 год Недели через две после свадьбы кто-то из знакомых сообщил нам, что в Сыне Отечества, номер 34 февраль 1867 года, появилась статья о Федоре Михайловиче под названием «Женитьба романиста». Мы достали этот номер газеты и прочли следующее сообщение. Петербургский корреспондент газеты «Норд» пишет «У нас много говорят об одной «Женитьбе» в нашем литературном мире, которая устроилась довольно странным образом. Один из самых известных наших романистов, немного рассеянный и не отличающийся большой аккуратностью в исполнении обязательств, заключаемых им с издателями его сочинений, вспомнил в конце ноября, что к первому декабря он должен написать роман, по крайней мере в 200 страниц, а в противном случае подвергнется платежу значительной неустойки. Что тут было делать? Правда, сюжет был уже найден, главные сцены выдуманы, но при всем том не написано ни одной строки, а до рокового срока оставалась одна лишь неделя. По совету одного из друзей, наш автор, чтобы облегчить свой труд, пригласил к себе стенографа и стал диктовать ему свой роман, шагая взад и вперед по своему кабинету и беспрестанно расправляя свои длинные волосы, как бы в надежде выжать из них новые мысли. Я забыл вам сказать, что стенограф, приглашенный автором, была девица, пропитанная насквозь современными идеями, хотя не нигилистка и умевшая составить себе независимое положение своими трудами. Мучаясь над приискиванием новых мыслей, господин Икс, мы обозначим этой буквой фамилию романиста, почти не заметил, что его сотрудница была молода и замечательно хороша собой. Первые дни работа шла как нельзя лучше, но по мере приближения к развязке стали возникать затруднения. Герой романа был вдовец уже не молодых лет и не красавец и влюблен в молодую хорошенькую женщину. Надо было кончить роман какой-нибудь естественной развязкой, без самоубийства и пошлых сцен. Мысли не шли на ум автору, его длинные волосы уже начинали значительно страдать от этого, а между тем для окончания романа оставалось только два дня. Он уже стал было приходить к убеждению, что лучше заплатить неустойку, как вдруг его сотрудница, до тех пор исполнявшая молча обязанности стенографа, решила посоветовать романисту довести свою героиню до сознания, что она разделяет внушенную ею любовь. Но это совершенно неестественно, воскликнул автор. Подумайте только, что герой — старый холостяк, подобный мне, а героиня — во всем блеске красоты и молодости, как вы, например. На это стенографша возразила, что мужчина пленяет женщину не наружностью своею, а умом, талантом и прочим, и прочим. В конце концов, предложенная ею развязка была принята, и роман окончен к сроку. В последний день этих занятий господин Икс попросил немного взволнованным голосом дозволение прийти к прекрасной стенографше, чтобы благодарить ее. Она согласилась. — Так я приду к вам завтра, — сказал Икс. — Нет. Если можно, то приходите послезавтра, — отвечала она. Романист явился в назначенное время и после второй чашки кофе рискнул объясниться в любви. Объяснение было принято благосклонно. — Зачем же, — спросил господин Икс, — вы не пожелали принять меня вчера? Вы и осчастливили бы меня одним днем раньше. Потому, — отвечала ему краснея стенографша, — что вчера я ждала к себе подругу, которая гораздо лучше меня, и боялась, чтобы она не заставила вас переменить намерение. Романист был приведен в восторг этим наивным признанием, доказавшим ему, что его действительно любят. Не подумайте, впрочем, чтобы этот роман кончился развязкой, которую в России называют гражданским браком. Напротив, эта чета была обвенчана на днях в местной приходской церкви. Мы с мужем очень смеялись над этой статейкой, и Федор Михайлович выразил мысль, что, судя по пошловатому тону рассказа, дело не обошлось без Милюкова, хорошо знавшего привычки мужа. Дружественные отношения Достоевского с Милюковым, педагогом и писателем, завязались еще в сороковые годы. Не прервались они и после возвращения Достоевского из ссылки. Смотри письма Достоевского к Милюкову от 10.11.1860 июля 1866 года, 13.02.1867 года. Письма, том 1, 299, 442, 456 страницы. Однако духовной близости между ними не было. Об этом свидетельствуют не только слова Достоевского, приводимые Анной Григорьевной. По пошловатому тону рассказа дело не обошлось без Милюкова, но и отрицательные отзывы Достоевского об Милюкове в заграничный период 1867-1871 годы в письмах к Эмилии Федоровне Достоевской, Страхову и Анне Григорьевне Достоевской. Однако точных данных о том, что именно Милюков был автором статьи «В сыне Отечества» нет. В 1890 году появилась книга Милюкова «Литературные встречи и знакомства», в которой целая глава посвящена знакомству и дружбе с Достоевским. Диктуя, Федор Михайлович действительно любил прохаживаться по комнате, а в затруднительных случаях теребил свои длинные волосы. Глава вторая Время до Великого Поста прошло в какой-то веселой суматохе. Мы делали свадебные визиты как к моим родным, так и к родным и знакомым Федору Михайловичу. Родные приглашали нас на обеды и вечера, да и везде поздравляли молодых шампанским. Таково было обыкновение в те времена. И мне кажется, за всю остальную жизнь я не выпила столько бокалов шампанского, как в эти десять дней. Подобные поздравления имели печальные последствия и причинили мне первое тяжкое горе в моей брачной жизни. Именно. С Федором Михайловичем случились в один и тот же день два припадка эпилепсии. И что поразительно случились не ночью во сне, как почти всегда бывало, а днем наяву. Вот как это произошло. В последний день масленицы мы обедали у родных, а вечер поехали провести у моей сестры. Весело поужинали, тоже с шампанским, как и давеча. Гости разъехались, а мы остались посидеть. Федор Михайлович был чрезвычайно оживлен и что-то интересное рассказывал моей сестре. Вдруг он прервал на полусловие свою речь, побледнел, привстал с дивана и начал наклоняться в мою сторону. Я с изумлением смотрела на его изменившееся лицо, но вдруг раздался ужасный, нечеловеческий крик, вернее, вопль, и Федор Михайлович начал склоняться вперед. В то же время раздался громкий крик моей сестры, сидевшей рядом с моим мужем. Она вскочила с кресла и с истерическими рыданиями выбежала из комнаты. Мой зять бросился за ним. Впоследствии мне десятки раз приходилось слышать этот нечеловеческий вопль, обычный у эпилептика в начале приступа. И этот вопль меня всегда потрясал и пугал. Но тогда, к моему удивлению, я в эту минуту нисколько не испугалась, хотя видела припадок эпилепсии в первый раз в жизни. Я обхватила Федора Михайловича за плечи и силу ее посадила на диван. Но каков же был мой ужас, когда я увидела, что бесчувственное тело моего мужа сползает с дивана, а у меня нет сил его удержать. Отодвинув стул сгоревшей лампой, я дала возможность Федору Михайловичу опуститься на пол. Сама я тоже опустилась, и все время судорог держала его голову на своих коленях. Помочь мне было некому. Сестра моя была в истерике, и зять мой, и горничная хлопотали около нее. Мало-помалу судороги прекратились, и Федор Михайлович стал приходить в себя. Но сначала он не сознавал, где находится, и даже потерял свободу речи. Он все хотел что-то сказать, но вместо одного слова произносил другое, и понять его было невозможно. Только, может быть, через полчаса нам удалось поднять Федора Михайловича и уложить его на диван. Решено было дать ему успокоиться, прежде чем нам ехать домой. Но к моему чрезвычайному горю, припадок повторился через час после первого, и на этот раз с такой силой, что Федор Михайлович более двух часов, уже придя в сознание, в голос кричал от боли. Это было что-то ужасное. Впоследствии двойные припадки бывали, но сравнительно редко. А на этот раз доктора объяснили чрезмерным возбуждением, которое было вызвано шампанским, выпитым Федором Михайловичем во время наших свадебных визитов и устроенных в честь молодых обедов и вечеров. Вино чрезвычайно вредно действовало на Федора Михайловича, и он никогда его не пил. Пришлось нам остаться ночевать у моей сестры, так как Федор Михайлович чрезвычайно обессилел, да и мы боялись нового припадка. Какую ужасную ночь я провела тогда! Тут я впервые увидела, какую страшную болезнью страдает Федор Михайлович. Слыша его непрекращающиеся часами крики и стоны, видя искаженное от страдания, совершенно непохожее на него лицо, безумно остановившиеся глаза, совсем не понимая его несвязной речи, я почти была убеждена, что мой дорогой, любимый муж сходит с ума, и какой ужас наводила на меня эта мысль. Но, слава Богу, Федор Михайлович, проспав несколько часов, настолько оправился, что мы могли уехать домой. Но то удрученное и подавленное настроение, которое всегда наступало после припадка, продолжалось более недели. Как будто я потерял самое дорогое для меня существо в мире, точно я схоронил кого, таково мое настроение, так всегда определял Федор Михайлович свое послеприпадочное состояние. Этот двойной припадок навсегда остался тяжелым для меня воспоминанием. В течение этой же печальной недели начались и те неприятности и недоразумения, которые так отравили первые недели нашего брака и заставляют меня вспоминать наш медовый месяц с грустным и досадным чувством. Чтобы было понятнее, я опишу строй новой для меня жизни. Федор Михайлович, привыкший работать по ночам, не мог рано уснуть и читал ночью, а потому поздно вставал. Я же к девяти часам была готова и шла с кухаркой на сенную за покупками. Надо правду сказать. Выходя замуж, я была приплохою хозяйкой. Семь лет гимназии, высшие, а затем стенографические курсы. Когда же было научиться хозяйству? Но, сделавшись женой Федора Михайловича и зная его материальные средства, я дала слово и себе, и ему, что научусь хозяйничать. И, смеясь, уверяла, что сама буду ему печь пироги, которые он так любил. Я даже уговорила его нанять дорогую по тогдашним ценам кухарку в двенадцать рублей, чтобы поучиться у ней кулинарному искусству. Возвращаясь к одиннадцати часам, я почти всегда заставала у себя Катю Достоевскую, племянницу Федора Михайловича. Это была прихорошенькая девочка лет пятнадцати, с прекрасными черными глазами и двумя длинными белокурыми косами за спиной. Ее мать, Эмилия Федоровна, несколько раз говорила мне, что Катя меня полюбила и выражала желание, чтобы я имела на нее влияние. На столь лестный для меня отзыв я могла ответить только приглашением бывать у меня как можно чаще. Так как у Кати не было постоянных занятий и дома было скучно, то она и приходила к нам прямо с утренней прогулки. Это ей было тем удобнее, что жили они от нас в пяти минутах расстояния. К двенадцати часам к Павлу Александровичу приходил Миша Достоевский, племянник Федора Михайловича, семнадцатилетний юноша, тогда изучавший игру на скрипке и по дороге из консерватории домой заходивший к нам. Конечно, я оставляла его завтракать. Заглядывал к нам часто и Федор Михайлович младший, превосходный пианист. С двух часов начинали приходить друзья и знакомые Федора Михайловича. Они знали, что у него теперь нет срочной работы, а потому считали возможным чаще его навещать. К обеду часто появлялась Эмилия Федоровна, приходил брат Николай Михайлович, приезжала сестра Александра Михайловна Галиновская и ее добрый муж Николай Иванович. Обедавшие обыкновенно оставались весь вечер до десяти-одиннадцати часов. Таков был порядок изо дня в день, и чужие, и родные у нас не переводились. Я сама выросла в патриархальной и гостеприимной семье, но гости у нас бывали по воскресеньям и праздничным дням, а это наступившее сплошное гостеприимство, когда я с утра до вечера должна была угощать и занимать, было для меня очень тягостно, тем более что молодые Достоевские и Пасынок не подходили ко мне ни по летам, ни по моим тогдашним стремлениям. Не точно. Как указывает дальше сама Анна Григорьевна, Пасынок Достоевского-Исаев был лишь на несколько месяцев моложе ее. Напротив того, чрезвычайно занимательны были для меня друзья и литераторы, знакомые Федора Михайловича, Майков, Аверкиев, Страхов, Милюков, Долгомостиев и другие. Переводчик и журналист Иван Григорьевич Долгомостиев являлся постоянным сотрудником журналов Достоевского время и эпоха, одним из самых страстных, фанатичных сторонников почвеннического направления. Судя по воспоминаниям Страхова, он заболел навязчивой идеей отчасти из-за бесконечных многолетних мучительных споров и раздумий о почвенничестве. Смотри биография, 205-я, 206-я страницы. Литературный мир был мне доселе неизвестен, и я им страшно интересовалась. Так хотелось поговорить с ними, поспорить, может быть, а главное послушать, послушать. К сожалению, это удовольствие мне редко доставалось. Видя скучающие лица наших молодых людей, Федор Михайлович шептал мне, «Голубчик, Анечка, ты видишь им скучно, уведи их, займи их чем-нибудь». И я придумывала предлог, чтобы их увезти, и, скрипя сердце, принималась их занимать. Раздражало меня и то, что благодаря постоянному присутствию гостей я не имела времени заняться любимыми работами, и это было для меня большим лишением. С досадой вспоминала я, что за целый месяц не прочла ни одной книги, не занималась регулярно стенографией, которую я хотела изучить до тонкости. Но всего обиднее для меня было то, что из-за постоянных гостей совершенно не находилось времени, чтобы мне побыть одной с моим дорогим мужем. Если в течение дня мне удавалось урвать минутку и прийти к нему в кабинет посидеть, то тотчас кто-нибудь входил или меня вызывали по хозяйственным делам. О столь ценимых нами вечерних беседах нам приходилось забыть, потому что к вечеру от бестолково проведенного дня множество посещений и разговоров, и Федор Михайлович, и я чрезвычайно уставали, и меня тянуло заснуть о Федор Михайловиче к интересной книге, за которой можно было отдохнуть. Глава третья. Домашние враги. Но возможно, что со временем я и примирилась бы со строем нашей жизни и отвоевала бы себе некоторую свободу и время для любимых занятий, если бы не присоединились неприятности со стороны родственников Федора Михайловича. Невестка его, Эмилия Федоровна Достоевская, была добрая, но недалекая женщина. Видя, что после смерти ее мужа Федор Михайлович принял на себя заботы о ней и о ее семье, она сочла это его обязанностью и была очень поражена, узнав, что Федор Михайлович хочет жениться. Отсюда ее неприязненный тон ко мне, когда я была невестой. Но когда свадьба наша состоялась, Эмилия Федоровна примирилась со свершившимся фактом, и обращение ее со мной стало любезнее, особенно когда она увидела, что я так внимательно к ее детям. Бывая у нас почти ежедневно и считая себя отличной хозяйкой, она постоянно давала мне советы по хозяйству. Возможно, что это происходило от доброты душевной и желания принести мне пользу, но так как ее наставления делались всегда при Федоре Михайловиче, то мне было не совсем приятно, что в глазах его так настойчиво выставлялась моя нехозяйственность и небережливость. Но еще неприятнее для меня было то, что она постоянно ставила мне в пример во всем первую жену Федора Михайловича, что было довольно бестактно с ее стороны. Но если постоянные наставления и слегка покровительственный тон Эмилии Федоровны были для меня неприятны, то уж совсем нестерпимыми казались мне те дерзости и грубости, которые позволял себе в отношении меня Павел Александрович. Выходя замуж, я, конечно, знала, что пасынок Федора Михайловича будет жить с нами. Кроме того, что средств не хватало на его отдельное житье, Федору Михайловичу хотелось иметь на него влияние, пока не установится его характер. По молодости лет мне не представлялось неприятным это пребывание совсем чужого для меня человека в новой моей семье. К тому же я думала, что Федор Михайлович любит своего пасынка, привык к нему, и что для него тяжело будет с ним расстаться, а потому и не хотела настаивать на отдельном его житье. Напротив, мне казалось, что присутствие моего сверстника только оживит дом, что он ознакомит меня с привычками Федора Михайловича. Многое из них было мне неизвестно. И таким образом мне придется не очень нарушить привычную для него жизнь. Павел Александрович был на несколько месяцев меня моложе. Примечание Достоевской. Не скажу, чтобы Павел Александрович Исаев был глупый или недобрый человек. Главная его беда заключалась в том, что он никогда не умел понимать своего положения. Привыкнув с детства видеть от своих родных и друзей Федора Михайловича доброту и любезность, он принимал это как должное и никогда не понимал, что это дружелюбное к нему отношение проявляется не столько ради его самого, сколько ради Федора Михайловича. Вместо того, чтобы ценить и заслужить любовь расположенных к нему лиц, он поступал так необдуманно, относился ко всем так небрежно и свысока, что только огорчал и раздражал этим людей. Приведу характеризующий Павла Александрович случай. Когда мы вернулись из-за границы, Павел Александрович стал просить Федора Михайловича устроить его на службу в Волжско-Камский банк. Федор Михайлович просил об этом Евгения Ивановича Ломанского, и Павел Александрович получил место сначала в Петербурге, а потом в Москве. Здесь он многим в банке наговорил о том, что его отец Достоевский дружен с Ломанским, и что вообще у него большие связи. Как-то Ломанскому проездом через Москву случилось посетить Волжско-Камский банк. Как управляющий государственным банком, Ломанский представлял собою большую финансовую силу, и его торжественно встретили в банке. Узнав о его приезде, Павел Александрович отправился в Зало, где собрались директора, подошел к Ломанскому, протянул ему руку и произнес. — Здравствуйте, Евгений Иванович, как поживаете? — Вы меня, кажется, не узнали? — Я сын Достоевского, вы меня видали у попа. — Извините, я вас не узнал, вы очень изменились, — ответил Ломанский. — Дело к старости идет, — рассмеялся Павел Александрович. — Да и вы, батенька, изменились порядочно. И при этом самым любезным образом похлопал Ломанского по плечу. Ломанский покоробился, но, как вежливый человек, спросил, как здоровье, Федор Михайлович. — Ничего, скрипит себе старикашка, — ответил Павел Александрович. Тут уж Ломанский не выдержал и отвернулся. Можно себе представить, как этот бесцеремонный поступок Павла Александровича повлиял на мнение его начальства. Примечание Достоевской. Особенно много неприятностей перенес от Павла Александровича, ради Федора Михайловича, конечно, глубоко уважаемый Аполлон Николаевич Майков, старавшийся в хорошую сторону направить его мысли и поступки, но, к сожалению, безуспешно. Точно так же небрежно и свысока относился он и к своему отчему, хотя постоянно называл его отцом, а себя сыном Достоевского. Сыном Федора Михайловича он не мог быть потому, что родился в 1845 году в Астрахани, а Федор Михайлович до 1849 года не выезжал из Петербурга. Исаев родился в 1846 году. В июле 1842 года и летом 1846 года Федор Михайлович Достоевский ездил в Ревель к Михаилу Михайловичу Достоевскому. Живя с двенадцати лет у Федора Михайловича и видя его к себе доброту, Павел Александрович был глубоко убежден, что отец должен жить исключительно для него. Для него же работать и доставлять ему деньги. Сам же он не только не помогал Федору Михайловичу в чем-либо и не облегчал ему жизнь, но, напротив, своими необдуманными поступками и легкомысленным поведением часто его очень раздражал и даже доводил, как говорили близкие, до припадка. Самого Федора Михайловича Павел Александрович считал отжившим стариком, и его желание личного счастья казалось ему нелепостью, о чем он открыто говорил родным. На меня у Павла Александровича сложился взгляд как на узурпатора, как на женщину, которая насильно вошла в их семью, где доселе он был полным хозяином, так как Федор Михайлович, будучи занят литературной работой, конечно, не мог заниматься хозяйством. При таком взгляде понятна злоба его на меня. Не имея возможности помешать нашему браку, Павел Александрович решил сделать его для меня невыносимым. Весьма возможно, что всегдашними своими неприятностями, ссорами и наговорами на меня, Федору Михайловичу, он рассчитывал поссорить нас и заставить нас разойтись. Неприятности со стороны Павла Александровича были небольшие, каждая сама по себе, но они были бесчисленны, и так как я знала, что они делаются с намерением меня рассердить и оскорбить, то я, конечно, не могла не обращать внимания и не раздражаться. Например, Павел Александрович взял привычку каждое утро посылать куда-нибудь горничную, то купить папирос, то доставить письмо приятелю и дождаться ответа, то отнести портному и тому подобное. И почему-то приходилось посылать очень далеко от нашей квартиры, так что бедная Федосия, хоть и была легка на ногу, но опаздывала к вставанию Федора Михайловича и не успевала убрать его кабинет. Эта Федосия была страшно запуганная женщина. Она была вдовою писаря, допившегося до белой горячки и без жалости ее колотившего. После его смерти она осталась с тремя детьми в страшной нищете. Кто-то из родных рассказал об этом Федору Михайловичу, и тот взял ее в прислуги со всеми ее детьми. Старшему было одиннадцать лет, девочке семь, а младшему пять. Федосия со слезами на глазах рассказывала мне еще невесте, какой добрый Федор Михайлович. Он, по ее словам, сидя ночью за работой и заслышав, что кто-нибудь из детей кашляет или плачет, придет, закроет ребенка одеялом, успокоит его, а если это ему не удастся, то ее разбудит. Эти заботы о ее детях и я видела, когда мы поженились. Так как Федосии несколько раз случалось видеть припадки Федора Михайловича, то она страшно боялась и припадков, и его самого. Впрочем, она всех боялась. И Павла Александровича, на нее кричавшего, и, кажется, даже меня, которую никто не боялся. У Федосии, когда она выходила на улицу, всегда был зеленый драдедамовый платок, тот самый, который упоминается в романе «Преступление и наказание», как общий платок семьи Мармеладовых. Примечание Достоевской. Федор Михайлович был чрезвычайный любитель чистоты и порядка. А потому сердился, если находил кабинет неприбранным. Делать нечего. Приходилось мне самой брать щетку и убирать его кабинет. Застав меня раз за этим занятием, Федор Михайлович сделал мне репримант, сказав, что это дело Федосии, а не мое. Когда Федосия отказывалась идти куда-нибудь далеко по делу Павла Александровича, говоря, что ей надо убрать комнаты, иначе, пожалуй, забронит барыня, то он ей говорил, не стесняясь тем, что я сижу в соседней комнате. Федосия, кто здесь хозяин, я или Анна Григорьевна? Ты понимаешь? Ну так отправляйся, куда посылают. На мелкие каверзы Павел Александрович был неистощим. То выпьет сливки пред выходом Федора Михайловича в столовую, и приходится покупать их на скорую руку в ловчонке, и, конечно, плохие, а Федору Михайловичу ждать своего кофе. То пред самым обедом съест рябчика, и вместо трех подается два, и их не хватает. То во всем доме исчезнут спички, хотя вчера еще было несколько коробок. Все эти недочеты страшно раздражали Федора Михайловича, и он кричал на Федосию, а Павел Александрович, наделавший эти беспорядки, пожимал плечами и говорил, «Ну, папа, когда хозяйством заведовал я, этих беспорядков не было. Выходило так, что виновата в них я, вернее, моя бесхозяйственность». У Павла Александровича была своя тактика. В присутствии Федора Михайловича он был ко мне необыкновенно предупредителен. Передавал мне тарелки, бегал звать прислугу, поднимал салфетку, если я ее ронял. И прочее, и прочее. Федор Михайлович даже заметил раза два, что присутствие женского элемента, и в особенности мое с Достоевскими, с Катей и Эмилией Федоровной, он обходился за панибрата, благодетельно действует на Павла Александровича, и манеры его мало-помалу исправляются. Но достаточно было уйти Федору Михайловичу из комнаты, как Павел Александрович изменял свое обращение ко мне. То он делал мне при посторонних нелестные замечания по поводу моего хозяинчения и уверял, что прежде все было в порядке, то говорил, что я трачу слишком много денег, а деньги будто бы у нас общие, то он изображал из себя жертву семейного деспотизма, он начинал разговор о тяжелом положении сироты, который до сей поры жил счастливо в семействе и считался главным лицом. И вдруг чужой человек, это я-то, жена, вторгается в дом, рассчитывает приобрести влияние и занять первое место в семье. Новая хозяйка начинает преследовать сына, делать ему неприятности, мешать ему жить. Даже обедать он не может спокойно, зная, что за каждым куском, который он ест, следит негодующий подозрительный взор хозяйки. Что он вспоминает прежние счастливые годы и надеется, что они вернутся, что он не уступит своего влияния на отца, и так далее, и так далее. Молодые Достоевские не умели за меня заступиться, а старшие поднимали его насмех, но этим и ограничивалась их защита. Чтобы не уступить мне своего влияния на отца, Павел Александрович стал почти каждое утро ходить в кабинет Федора Михайловича, как только он придет читать свою газету. Иногда случалось, что тотчас слышался окрик Федора Михайловича, и Павел Александрович выскакивал из кабинета слегка сконфуженный, говоря, что отец занят, и он не хочет ему мешать. В другие разы он просиживал долго, возвращался с торжествующим видом, и тотчас начинал что-нибудь приказывать трепещущей Федосии. Мне же после этих бесед Федор Михайлович всегда говорил, «Анечка, полно ссориться с Пашей, не обижай его, он добрый юноша». Когда я спрашивала, чем же я обидела Пашу и на что он жалуется, Федор Михайлович отвечал, что это такие все пустяки, что слушать их уши вянут, но что он просит моего снисхождения к Паше. Меня иногда спрашивали, «Неужели я, выслушивая ежедневные дерзости и грубости Павла Александровича, видя его бесцеремонное к себе отношение, зная, что он наговаривает на меня Федору Михайловичу, я все молчала и не умела поставить Павла Александровича на настоящее ему место?» Я молчала и не умела. Не надо забывать, что хоть мне и стукнуло 20 лет, но в житейском отношении я была совершенной ребенок. Я провела мою немноголетнюю пока жизнь в хорошей, ладной семье, где не было никаких осложнений, никакой борьбы. Поэтому некорректные поступки Павла Александровича в отношении меня изумляли, обижали и огорчали меня. Но я на первых порах не сумела ничего сделать, чтобы их предотвратить. Да кроме того, у Павла Александровича была особая манера наговорить мне неприятностей и тотчас удалиться, не дав мне возможности ему возразить. А когда он опять появится, то я успею успокоиться, и мне не хочется начинать ссоры. К тому же я по характеру человек миролюбивый, и ссоры для меня всегда тяжелы. Да и что я могла предпринять? Жаловаться на него Федору Михайловичу? Но и без того Павел Александрович постоянно на меня жаловался. А тут я примусь жаловаться на пасынка, во что бы обратилась тогда жизнь моего любимого мужа. Мне же хотелось беречь его покой, хотя бы самой было тяжело. Впрочем, мне была понятна досада Павла Александровича на перемену его привольной жизни. Но мне представлялось, что ему надоест делать мне неприятности, и что он поймет всю неделикатность его отношения ко мне, а если сам не поймет, то ему укажут на это родные Федора Михайловича. И вот в таких-то неблагоприятных условиях проходили первые недели нашей брачной жизни. Грубость и дерзости Павла Александровича, наставления Эмилии Федоровны, постоянное надоедливое присутствие неинтересных для меня лиц, мешавших мне быть с моим мужем, вечное беспокойство по поводу наших запутанных дел. Даже какая-то отчужденность, как мне казалось от меня, самого Федора Михайловича, зависевшая от обстановки нашей жизни, все это страшно меня угнетало и мучило, и я спрашивала себя, чем же все это может кончиться? Припоминая мой тогдашний характер, я вижу, что могло кончиться катастрофой. В самом деле, я безгранично любила Федора Михайловича, но это была не физическая любовь, не страсть, которая могла бы существовать у лиц, равных по возрасту. Моя любовь была чисто головная, идейная. Это было скорее обожание, преклонение пред человеком, столь талантливым и обладающим такими высокими душевными качествами. Это была хватавшая за душу жалость к человеку, так много пострадавшему, никогда не видевшему радости и счастья, и так заброшенному теми близкими, которые обязаны были бы оплачивать ему любовью и заботами о нем за все, что он для них делал всю жизнь. Мечта сделаться спутницей его жизни, разделять его труды, облегчить его жизнь, дать ему счастье, овладела моим воображением, и Федор Михайлович стал моим богом, моим кумиром, и я, кажется, готова была всю жизнь стоять пред ним на коленях. Но все это были высокие чувства мечты, которые могла разбить наступившая суровая действительность. Благодаря окружавшей обстановке для меня мало-помалу наступало время недоразумений и сомнений. То мне казалось, что Федор Михайлович меня уже разлюбил, что он понял, до чего я пуста, глупа, и ни в чем не подхожу к нему, и, пожалуй, раскаивается в том, что женился на мне, но не знает, как поправить сделанную ошибку. Хоть я и горячо любила его, но гордость моя не позволила бы мне оставаться у него, если б я убедилась, что он меня больше не любит. Мне даже представлялось, что я должна принести ему жертву, оставить его, раз наша совместная жизнь, по-видимому, для него тяжела. То я с искреннею грустью замечала, что я негодую на Федора Михайловича. Зачем он, великий сердцевед, не видит, как мне тяжело живется, не старается облегчить мою жизнь, а навязывает мне своих скучных родных, и защищает столь неприязненно относящегося ко мне Павла Александровича. То я грустил о том, что прошли те чудесные, полные очарования вечера, которые мы с ним проводили до свадьбы, что не осуществилось, и, по-видимому, не может осуществиться та счастливая жизнь, о которой мы с ним мечтали. Под чат мелькало сожаление о прежней моей тихой домашней жизни, где у меня не было горя и не приходилось грустить или раздражаться. Словом, много самых детских опасений и искренних печалей волновали меня. Много неразрешимых сомнений представлялись моему еще незрелому уму. Неправильных воззрений на жизнь, неустановившегося характера у меня еще не было, и это грозило бедой. Я могла не выдержать домашних неприятностей, вспылить, раздражить Федора Михайловича неосновательными упреками и подозрениями и вызвать вспышку и с его стороны. Могла произойти серьезная ссора, после которой я, столь гордый, и, конечно, не осталась бы у Федора Михайловича. Надо припомнить, что я принадлежала к поколению шестидесятых годов и независимость, как и все тогда женщины, ценила выше всего. Сама сделать шаг к примирению я навряд ли бы решилась, несмотря на всю мою любовь к Федору Михайловичу. Я была еще детски тщеславна и не захотела бы выносить насмешек над собою Павла Александровича за принесенную мною повинную. Возможно, что и Федор Михайлович не захотел бы сделать первого шага к нашему примирению, навряд ли он меня тогда любил так сильно, как любил впоследствии. Его оскорбленная гордость, собственное достоинство, а отчасти и наговоры Павла Александровича могли на первых порах отклонить его от примирения. Недоразумения между нами, конечно, возрастали бы, и примирение оказалось бы невозможным. Вспоминая об этом времени, я с ужасом думаю, что могло бы произойти. Ведь Федор Михайлович не мог со мной развестись, так как в те времена развод стоил громадных денег. Таким образом, Федору Михайловичу не пришлось бы устроить счастливо свою дальнейшую жизнь и иметь семью, детей, как он о том мечтал всю свою жизнь. Несчастную была бы и моя дальнейшая жизнь. Слишком много упований на счастье было возложено мною на союз с Федором Михайловичем. И так горько было бы мне, если бы эта золотая мечта не осуществилась. Глава четвертая. Избавление. Но судьбе не угодно было лишить нас того громадного счастья, которым мы с Федором Михайловичем пользовались дальнейшие четырнадцать лет. Как теперь помню тот день, вторник, на пятой неделе Великого Поста, когда в жизни нашей неожиданно для меня наступил поворот в благоприятную сторону. День этот начался обычными неприятностями. Обнаружился какой-то пробел в моем хозяйстве, коварно устроенный Павлом Александровичем, чуть ли не исчезли карандаши или спички во всем доме. И Федор Михайлович стердился и кричал на бедную Федосию. Приходили столь наскучившие мне гости, и мне приходилось угощать и занимать их. Павел Александрович по обыкновению говорил мне дерзости. Федор Михайлович был особенно задумчив и уныл, и почти со мной не разговаривал, что меня очень огорчало. Вечером этого дня мы были званы к Майковым провести вечер. Зная это, наши гости ушли тотчас после обеда. Но от неприятностей целого дня у меня сильно разборелась голова и были так натянуты нервы, что я боялась, придя к Майковым, расплакаться, если речь зайдет о нашей семейной жизни. Поэтому я решил остаться дома. Федор Михайлович попробовал меня уговорить и, кажется, был недоволен моим отказом. Не успел Федор Михайлович уйти из дому, как явился ко мне Павел Александрович с упреками, что я своими капризами раздражаю его отца. Объявил, что он не верит моей головной боли, а думает, что я не захотела пойти, чтобы рассердить Федора Михайловича. Говорил, что Федор Михайлович сделал колоссальную глупость, женившись на мне, что я плохая хозяйка и много трачу общих денег, и в заключение объявил, что, по его замечанию, за время нашего брака у Федора Михайловича усилились припадки, и что в этом виновата я. Наговорив мне дерзостей, он тотчас же улетучился из дома. Эта изумительная дерзость на этот раз была каплею, переполнившую сосуд. Еще никогда он меня не оскорблял таким жестоким образом, приписав моей вине даже усиление болезни. Я была обижена и огорчена до последней степени. Голова разболелась пуще, я бросилась в постель и стала горько плакать. Прошло, может быть, часа полтора, как возвратился Федор Михайлович. Оказывается, что, посидев у Майковых, он соскучился по мне и вернулся домой. Видя, что в доме темно, Федор Михайлович спросил Федосию, где я. Они в постели плачут, таинственно сообщила ему Федосия. Федор Михайлович встревожился и спросил, что со мною. Я было хотел скрыть, но он так упрашивал сказать, говорил так дружелюбно, что мое сердце смягчилось, и я, плача и рыдая, стала ему рассказывать, как мне тяжело живется, как меня обижают у него в доме. Говорила, что вижу, он меня разлюбил, перестал со мною советоваться, как прежде, говорила, что я огорчена и страдаю от этого и тому подобное. Редко, когда я так плакала, и чем более утешал меня, Федор Михайлович, тем обильнее лились мои слезы. Все, что томило мое сердце, все мои сомнения и недоумения были высказаны мною самую полную откровенностью. Бедный мой муж слушал и смотрел на меня с величайшим изумлением. Оказалось, что, видя чрезвычайную предупредительность Павла Александровича ко мне, он вовсе не подозревал, что тот позволяет себе оскорблять меня. Федор Михайлович дружески стал упрекать меня, зачем я не была с ним откровенна, зачем не жаловалась на пасынка, зачем сразу не поставила себя так, чтобы он не смел говорить мне дерзости, уверял меня в своей горячей любви и удивлялся, как могло прийти мне в голову, что он меня разлюбил. В заключение признался, в свою очередь, что и ему наша теперешняя суматошная жизнь страшно тяжела. И прежде у него бывали его молодые родные, но редко, так как им у него было скучно, теперь же их частые посещения он объясняет тем, что я с ними любезна и им у нас весело. Да и думалось ему, что молодое общество, веселые их разговоры и споры для меня самой интересны. Говорил Федор Михайлович, что сам тоскует о наших с ним прежних беседах и жалеет, что благодаря постоянным гостям эти беседы у нас не налаживаются. Говорил также, что последние дни был занят мыслью о поездке в Москву, а теперь после нашего разговора окончательно решил ее осуществить. Поедем мы, разумеется, вместе, говорил Федор Михайлович. Мне хочется показать тебя моей московской родне. И Верочка, сестра, и Соня, племянница, с моих слов тебя знают, и мне хотелось бы, чтобы вы взаимно узнали и полюбили друг друга. К тому же у меня явилась мысль сделать попытку попросить у Каткова еще аванс и на эти деньги съездить с тобой за границу. Помнишь, ведь это была наша с тобой мечта. А что, может она и осуществится? К тому же я хотел поговорить с Катковым о моем новом романе. На письмах переговариваться трудно, то ли дело при личном свидании, а если и не удастся поехать за границу, то все-таки вернувшись из Москвы, легче будет установить новый строй жизни, при которой не будет этой неприятной для нас обоих суматохи. И так в Москву? Согласна ты, Анечка? О моем согласии нечего было и спрашивать. Федор Михайлович был так нежен, добр, мил, как бывал женихом, и все мои страхи и сомнения в его любви разлетелись как дым. Чуть ли не в первый раз после свадьбы нам пришлось просидеть весь вечер одним в самых дружеских и задушевных разговорах. Решили не откладывать поездки и выехать завтра же. На другой день родные и особенно Павел Александрович были неприятно поражены известием о нашем отъезде, но зная, что у Федора Михайловича приходят к концу деньги и полагая, что он за ними едет, нас не отговаривали. Павел Александрович на прощание не поскупился на колкости и объявил, что возьмет мое запущенное хозяйство в свои руки и приведет его в порядок. Я не обижалась и не противоречила. Я была слишком рада возможности хоть на время избавиться от его преследований. Наш медовый месяц Глава пятая поездка в Москву В четверг на пятой неделе рано утром мы приехали в Москву и остановились в гостинице Дюссо, которую особенно любил Федор Михайлович. Устав с дороги, мы решили за дела в этот день не приниматься, а ехать навестить Ивановых. Визит этот очень меня смущал. Из всех своих родных Федор Михайлович особенно любил сестру Веру Михайловну Иванову и всю ее семью. Еще в Петербурге он говорил мне, что был бы счастлив, если бы я понравилась Ивановым и подружилась с ними. Мне и самой этого хотелось, и я боялась, что первое впечатление будет не в мою пользу. Я особенно тщательно оделась, выбрав нарядное сиреневое платье и изящную шляпу. Федор Михайлович остался доволен моим туалетом и нашел, будто бы я сегодня хороша собой. Похвала, без сомнения, была сильно преувеличена, но мне понравилась и придала бодрости. Иванову жили в межевом институте, и чтобы к ним попасть, приходилось переезжать через весь город, сначала по Мясницкой, а затем по Покровке. Проезжая мимо церкви Успения Божией Матери, что на Покровке, Федор Михайлович сказал, что в следующий раз мы выйдем из саней и отойдем на некоторые расстояния, чтобы рассмотреть церковь во всей ее красе. Федор Михайлович чрезвычайно ценил архитектуру этой церкви и, бывая в Москве, непременно ехал на нее взглянуть. Дня через два, проезжая мимо, мы осмотрели ее снаружи и побывали внутри. Чем ближе подъезжали мы к Ивановым, тем беспокойнее становилось у меня на сердце. Что, если я произведу невыгодное для меня впечатление, с тревогой думала я? Как огорчит это Федор Михайловича? Отворивший нам слуга сказал, что Александра Павловича, мужа сестры, и Софьи Александры, племянницы, нет дома, а Вере Михайловне сейчас о нас доложат. Мы вошли в огромную залу, заставленную старинной мебелью красного дерева. Федор Михайлович взял со стола московские ведомости, а я принялась рассматривать тут же лежавший альбом с карточками. Вера Михайловна долго не выходила, должно быть, она не сочла возможным выйти к незнакомой родственнице в капоте и стала переодеваться, что взяло немало времени. Прошло около получаса, как вдруг дверь в залу с шумом отворилась, и через комнату вихрем промчался мальчик лет десяти. «Витя, Витя!» воскликнул Федор Михайлович, но мальчик не остановился, а, вбежав в следующую комнату, громко воскликнул «Молодая, расфранченная и без очков!» На него тотчас зашикали, и он замолчал. Федор Михайлович, зная обычаи семьи, сразу догадался, в чем дело. «Не вытерпели», смеясь, сказал он, «Отправили Витю посмотреть, какова моя жена». Наконец вышла Вера Михайловна, и очень сердечно ко мне отнеслась. Обняв и поцеловав меня, она просила любить и беречь ее брата. Вышли также ее муж и старшая дочь Сонечка. Александр Павлович в официальных выражениях поздравил нас и пожелал счастья. Сонечка подала мне руку, мило улыбнулась, но была очень молчалива и очень ко мне приглядывалась. Александр Павлович отворил дверь в соседнюю комнату и сказал «Дети, идите же поздравлять дядю и знакомиться с новою теткою». Друг за другом стали выходить молодые Ивановы. Их было семь человек. Сонечка двадцати лет, Машенька девятнадцати, Саша семнадцати, Юленька пятнадцати, Витя и прочие дети. Все они очень дружелюбно приветствовали Федора Михайловича, но ко мне отнеслись холодно, раскланивались, приседали, а затем садились и принимались во все глаза меня рассматривать. Я тотчас чутьем поняла, что молодежь враждебно настроена против меня. Я не ошиблась. Как потом оказалось, против меня создалась целая кабала. Все Ивановы очень любили свою тетку по отцу Елену Павловну, муж которой уже много лет был безнадежно болен. В семье решили, что по смерти его Елена Павловна выйдет за Федора Михайловича, и он навсегда поселится в Москве. Федор Михайлович был любимым их дядей. Неудивительно поэтому, что вся эта молодежь не взлюбила меня, разрушившую их заветные мечты. Не понравились им также похвалы Федора Михайловича, которые он расточал по моему адресу, приехав на Рождество в Москву. Узнав, что я занимаюсь стенографией, молодежь решила, что я стара, нигилистка, стриженная и в очках. Услышав о нашем приезде, они условились меня высмеять, поставить на место и этим сразу доказать свою независимость. Увидав вместо старухи ученой нигилистки молодую женщину, почти девочку, чуть перед ними не трепещущую, они изумились и не сводили с меня глаз. Такое усиленное внимание смутило меня. Привыкнув говорить просто, без затей, я теперь стала говорить литературнее, придумывая красивые фразы, и речь моя была очень неестественна. Я пробовала заговаривать с моими юными родственницами, мне отвечали да, нет, и, видимо, не хотели поддерживать разговор. Часов в пять сели обедать, подали шампанское и стали нас поздравлять. Было шумно, но для меня не весело, хотя я и старалась быть оживленной, шутила, смеялась. После обеда дела мои пошли еще хуже. К Ивановым пришли несколько товарищей и подруг. Многие из них любили Федора Михайловича, жившего прошедшее лето влюбление под Москвою на даче Ивановых, куда приезжали гостить все эти друзья молодых Ивановых. О пребывании Достоевского летом 1866 года на даче Ивановых влюблене смотри воспоминания фон Фохта к биографии Достоевского Исторический вестник 1901 год номер 12 страницы 1023 1033 Пребывание Достоевского влюблене фон Фохт называет счастливым временем в жизни писателя, когда он в играх и забавах с молодежью отдыхал от усиленной работы над преступлением и наказанием. Всем им хотелось увидать жену Федора Михайловича. Затеялись маленькие игры, очень замысловатые, требующие наблюдательности и остроумия. Остроумием особенно отличалась Мария Сергеевна Иванчина Писарева, подруга старших дочерей Веры Михайловны. То была девушка лет 22, некрасивая, но веселая, бойкая, находчивая, всегда готовая поднять человека на смех. Семья Ивановых описана Федором Михайловичем в романе «Вечный муж» под именем семейства Захлебининых. Иванчина очень рельефно выведена в виде бойкой подружки Марьи Никитишны. Ей поручена была молодежью задача вывести меня из себя и поставить в смешное положение в глазах моего мужа. Начали разыгрывать фанты. Каждый из играющих должен был составить на словах, конечно, букет на разные случаи жизни. Старику в день восьмидесятилетия, барышни на первый бал и другие. Мне выпало составить букет полевых цветов. Никогда не живя в деревне, я знала только садовые цветы и назвала лишь мак, васильки, одуванчики и еще что-то. Так что букет мой был единогласно и справедливо осужден. Мне предложили составить другой, но предвидение удачу я отказалась. «Нет, шувольте», смеялась я, «я сама вижу, что у меня нет никакого вкуса». «Мы в этом не сомневаемся», ответила Мария Сергеевна, «Вы так недавно блистательно это доказали». И при этом она выразительно взглянула в сторону сидевшего рядом со мною и прислушавшегося к нашим маленьким играм Федора Михайловича. Сказала она эти слова так ядовито и вместе с тем так остроумно, что все расхохотались, не исключая меня и Федора Михайловича. Общий смех сломал лед недружелюбия и вечер закончился приятнее, чем начался. Возвращаясь домой, Федор Михайлович расспрашивал меня о моих впечатлениях. Я сказала, что мне очень понравились Вера Михайловна и Сонечка, а остальной семьи я еще не разглядела. Видя мой грустный вид, Федор Михайлович меня пожалел. «Бедная моя Анечка», говорил он, «они тебя совсем заклевали». Сама виновата. Тебе следовало отпарировать удары, и они тотчас бы прикусили язычки. Надо быть смелее, друг мой. Сестре и Сонечке ты очень понравилась, да и весь день ты была такая прелестная, что я не мог на тебя налюбоваться. Слова эти чрезвычайно меня утешили, и все же я долго не могла уснуть в ту ночь, то упрекая себя за неумение жить на свете, то раздумывая, почему все эти милые девушки и юноши так враждебно ко мне отнеслись. Про разрушенные мною их надежды соединить вместе любимого дядю с любимой теткой я узнала лишь потом. Ивановы звали нас приезжать к ним на целые дни, но на другой день, в пятницу, мы решили поехать только вечером. Днем Федор Михайлович ездил к Коткову, но не застал его дома. Пообедали в гостинице и вечером отправились к Ивановым. Пятница была их журфиксом, и мы застали много гостей. Общество разделилось, старшие сели за карты в гостиной и кабинете, молодежь, я в том числе, осталась в зале. Стали играть в модную тогда стукалку. Рядом со мной поместился молодой человек, товарищ Саши Иванова. Видя, что он не заражен общим ко мне предубеждением, я принялась с ним болтать и смеяться, тем более, что он оказался остроумным и веселым юношей. Застукалкой произошел смешной случай. В 60-х годах было мало серебряной мелочи, а больше ходили в обращение медные монеты. Ивановы послали разменять 10-12 рублей и всю сумму принесли тяжелыми пятаками. Среди играющих находилась барышня лет 40, одетая в ярко-розовое барежевое платье со множеством бантиков на голове, плечах и корсаже. После нескольких ставок она начала жаловаться на проигрыш. Жаловались и другие, и мы долго не могли догадаться, кто же из нас выигрывает. В 11 часов нас позвали ужинать. Мы поднялись и вдруг услышали звон монет, сыпавшихся на пол, и крик розовой барышни. Очевидно, карман ее не выдержал тяжести. Мы все бросились поднимать разлетевшиеся в разные стороны деньги, но барышня опустилась на пол, закрыв широким платьем свой выигрыш, и закричала «Нет, нет, не троньте, я сама все соберу». Вид ее был столь комичен, ее испуг, что мы возьмем себе ее пятаки, был так нелеп, что мы все от души хохотали, и я, кажется, больше всех. Федор Михайлович, игравший в преферанс в кабинете, часто выходил посмотреть на нас, и мне почудилось, что он становится все серьезнее и печальнее. Я приписал эту усталость. Ужинал я рядом с моим партнером в стукалке, а Федор Михайлович поместился напротив, не сводя с меня глаз и стараясь прислушаться к нашей беседе. Мне было очень весело. Я заговаривала несколько раз с мужем, желая втянуть его в наш разговор, но мне это не удалось. Тотчас после ужина мы уехали домой. Всю длинную дорогу Федор Михайлович упорно молчал, не отвечая на мои вопросы. Вернувшись домой, он принялся ходить по комнате и был, видимо, сильно раздражен. Это меня обеспокоило, и я подошла приласкать его и рассеять его настроение. Федор Михайлович резко отстранил мою руку и посмотрел на меня таким недобрым, таким свирепым взглядом, что у меня сердце замерло. «Ты на меня сердишься, Федя?» робко спросила я. «За что же ты сердишься?» При этом вопросе Федор Михайлович разразился ужасным гневом и наговорил мне много обидных вещей. По его словам, я была бездушная кокетка и весь вечер кокетничала с моим соседом, чтобы только мучить мужа. Я стала оправдываться, но этим только подлила масло в огонь. Федор Михайлович вышел из себя и, забыв, что мы в гостинице, кричал во весь голос. Зная всю необоснованность его обвинений, я была обижена до глубины души его несправедливостью. Его крик и страшные выражения лица испугали меня. Мне стало казаться, что с Федором Михайловичем сейчас будет припадок эпилепсии, или же он убьет меня. Я не выдержала и залилась слезами. Муж мигом опомнился, стал меня успокаивать, утешать, просить прощения, целовал мои руки, плакал и проклинал себя за происшедшую сцену. Я так глубоко страдал весь сегодняшний вечер, говорил он, видя, как ты оживлена беседой с этим молодым человеком. Мне представилось, что ты в него влюбилась. Я бешено к нему ревновал и готов был наговорить ему дерзостей. Теперь я вижу, как я был к тебе несправедлив. Федор Михайлович искренне раскаивался, умолял забыть его обиды и давал слово больше никогда не ревновать. Глубокое страдание выражало его лицо. Мне искренне стала жаль моего бедного мужа. Почти всю ночь просидела я с ним, утешая и успокаивая его. Благовест к заутрине положил конец нашей беседе. Мы пошли спать, но долго не могли заснуть. На другой день я проснулась в час дня. Федор Михайлович встал раньше и часа два просидел не шелохнувшись, боясь нарушить мой сон. Он комически жаловался, что я чуть не уморила его с голоду, так как, боясь меня разбудить, он не звонил и не требовал себе кофе. Ко мне он был чрезвычайно нежен. Впечатление ночной сцены навсегда залегло в моей душе. Она заставила меня задуматься над нашими будущими отношениями. Я поняла, какое глубокое страдание причиняет Федору Михайловичу ревность, и тогда же дала себе слово беречь его от подобных тяжелых впечатлений. Из дальнейшего нашего пребывания в Москве мне особенно ярко запомнилась моя поездка в Петровское Разумовское, где жил мой брат Иван Григорьевич, студент Петровской сельскохозяйственной академии. Ему минуло семнадцать лет, был он очень красив, румян, с русыми кудрявыми волосами, скромен, как девушка, чрезвычайно добр и весел. В академии он считался самым юным студентом, и его все любили. Приехав в Москву, я тотчас написала брату и просила его прийти в любой день пораньше, часов в одиннадцать, и если нас не застанет, то подождать нас в читальне гостиницы. Письмо мой брат получил в пятницу, и на другой день в одиннадцать часов был у нас. Узнав от коридорного, что мы еще не встали, он пошел навестить больного товарища, засиделся у него, и когда вернулся, то нас уже не оказалось дома. Полагая, что мы скоро вернемся, он прождал до сумерек в гостинице и, уходя, ставил письмо, в котором сообщал, что приедет в понедельник. Мы же с мужем решили в случае неудачи у Каткова уехать домой в воскресенье вечером, и я рисковала совсем не увидеть брата. Я стал опросить Федора Михайловича позволить мне самой навестить брата. Муж не мог меня сопровождать, так как Катков пригласил его приехать днем, поэтому он нанял мне извозчика до Петровской Академии, записал его номер, и около часу дня я выехала, обещая вернуться к четырем и привезти с собою брата. Была я в чудесном настроении. Все утро Федор Михайлович был очень нежен и добр со мной. Наша недавняя ссора, видимо, не оставила в нем тяжелого впечатления. Погода была великолепная, дорога чудесная, и я радовалась предстоящей встрече с любимым братом. Было воскресенье, и студентов в Академии оставалось сравнительно немного, лишь те, кто постоянно там жил. Я вошла в громадную приемную и спросила встретившегося мне студента, могу ли видеть своего брата, студента Сниткина. Всем жившим в Академии было известно, что сестра Сниткина недавно вышла замуж, так как в день моей свадьбы мой брат, никогда не участвовавший в попойках, в первый раз в жизни напился до пьяна, громко весь вечер рыдал и на утешении товарищей говорил, все кончено, нет у меня более сестры, она для меня умерла. Студент тотчас вызвался меня проводить в его комнату. Ваня Ваня с восторгом меня встретил и даже заплакал, обнимая меня. Мы сели, разговаривая, и не прошло пяти минут, как коридорный внес самовар, поднос с чайником, двумя стаканами и французской булкой. Почти тотчас же другой коридорный внес второй самовар с кофейником, сливками и сухарями. То распорядились товарищи моего брата, полагавшие, что гости его дорогою озябло. Каждый посылал в комнату Вани то, что у него было на столе. Мало по малу товарищи Вани, из которых некоторые были поклонниками таланта моего мужа, стали приходить к нему, желая видеть жену их кумира Достоевского. Набралось в комнату человек девять, кто сидел на стуле, кто на кровати, кто на подоконнике. Я угощал их чаем, так как первые коридорные, полагая, что принесенный им самовар был не горяч, принес кипящий уже третий самовар. Такое обилие самоваров на нашем столе всех рассмешило и дало возможность дичившимся меня сначала студентам разговориться и пошутить. Разговор зашел о литературе, и студенты разделились на две партии, поклонников Федора Михайловича и его противников. Один из последних стал с жаром доказывать, что Достоевский, выбрав героем преступления и наказания студента Раскольникова, оклеветал молодое поколение. Я, конечно, заступилась за мужа, меня поддержали, и загорелся тот молодой спор, когда никто не слушает противника, а каждый отстаивает свое мнение. В горячих дебатах мы не заметили времени, и вместо часа я пробыла у брата более двух. Я заторопилась домой, и все мои собеседники, обеих партий, пошли провожать меня до подъезда. Увы, извозчик, привезший меня, и которому я имела неосторожность заплатить, исчез. Студенты пошли в разные стороны его разыскивать, и вернулись с известием, что извозчик прождал меня с час, а затем повез кого-то из профессоров в город. Что было делать? Кто-то из студентов взялся довезти нас ближайшим путем на Бутырки, где всегда можно было найти извозчика. Мы отправились всей компанией. Ближайший путь, как всегда бывает, оказался длиннейшим. Пришлось идти через сугробы, завязая в снегу. Все смеялись, а у меня ощемило сердце при мысли, как должен беспокоиться мой бедный муж. Чуть не через час дошли мы наконец до Бутырок и долго искали извозчика. Только в половине седьмого подъехали мы с братом к Дюссо. Было уже почти темно. Я вбежала в сене и спросила швейцара, дома ли барин. Они с целых три часа стоят на перекрестке и много раз наведывались, вернулись ли вы, отвечал швейцар. Я вышла и увидела Федора Михайловича, который действительно стоял на углу и внимательно вглядывался в проезжающих. Я испугалась, взглянув на него, до того он был бледен и взволнован. Голубчик, Федя, я вернулась, пойдем домой, сказала я, подойдя к нему. Федор Михайлович страшно мне обрадовался и схватил за руку с таким видом, как будто он отчаялся когда-нибудь вновь меня увидеть. Я повела его к подъезду и представила моего брата. Признаюсь, я очень боялась, что Федор Михайлович и зальет свой гнев на неповинного Ваню, и моя мечта, чтобы он полюбил моего брата, рушится. К счастью, этого не случилось. Муж очень дружелюбно отнесся к нему. Обед прошел очень весело. Федор Михайлович обо всем меня расспрашивал, и я с юмором описала ему наши приключения. Ввиду позднего времени брат уехал тотчас после обеда, и мы с мужем провели вдвоем очаровательный вечер, напомнивший наши чудные вечера перед свадьбой. Расшалившись, я спросила, ну, скажи откровенно, ведь ты, наверное, подумал, что я сегодня с кем-нибудь убежала? Ну, вот еще что выдумала, ответил Федор Михайлович, но глаза его виноваты на меня посмотрели, и я поняла, что моя догадка имела некоторое основание. Глава седьмая Московские впечатления С удовольствием С удовольствием вспоминаю остальные дни нашего пребывания в Москве. Каждое утро мы отправлялись осматривать достопримечательности города, кремлевские соборы, дворец, оружейную палату, дом бояр Романовых. В одно ясное утро Федор Михайлович повез меня на Лазаревское кладбище, где погребена его мать, Мария Федоровна Достоевская, к памяти которой он всегда относился с сердечной нежностью. Мы были очень довольны, что еще застали священника в церкви, и он мог совершить панихиду на ее могиле. Побывали мы и на Воробьевых горах. Федор Михайлович Москвич по рождению был отличным чичероне и рассказывал мне много интересного про особенности первопрестольной. Уставшие и проголодавшиеся, мы после осмотров обыкновенно ехали завтракать к Тестову. Муж любил русскую кухню и нарочно заказывал для меня петербургской жительнице местные блюда вроде московской селянки, растягаев, подовых пирожков и притворно ужасался моему молодому аппетиту. Затем мы возвращались домой, отдыхали и ехали обедать к Иванову. У них во избежание приступа ревности я ни на шаг не отпускала от себя Федора Михайловича и с его помощью очень сошлась с Верой Михайловной, Сонечкой и прочей молодежью. Подружилась я и с коварной Марии Сергеевной. Все они с большими подробностями рассказали мне, как и по какому случаю заочно меня не взлюбили и какими способами хотели рассердить и вывести из себя свою нежеланную новую родственницу. Домой мы возвращались к одиннадцати и часов до двух не ложились, обмениваясь впечатлениями приятно проведенного дня. Начинавшиеся во мне в последние недели петербургской жизни как бы некоторая отчужденность в отношении мужа в Москве совершенно исчезла и я сделалась такой уже жизнерадостной и отзывчивой, какую была невестой. Федор Михайлович уверял, что здесь он нашел свою прежнюю Аню, которую будто бы начал терять в Петербурге и говорил, что для него наступил медовый месяц. «Только теперь я вполне осознала, как счастливо могла бы устроиться наша супружеская жизнь, если бы не стояли между нами некоторые неприязненно настроенные против меня родственники мужа. Воспоминание о московской поездке навсегда осталось в моей памяти и впоследствии приезжая в Москву, я всегда чувствовала себя там счастливее, спокойнее и удовлетвореннее, чем где бы то ни было». Редакция Русского Вестника согласилась выдать Федору Михайловичу новый аванс в тысячу рублей. Дело выяснилось к пятнице и на другой день мы выехали в Петербург. Помню, наш поезд почему-то целый час простоял на станции Клин. Было около семи часов вечера и в общей зале служили всеночную по случаю вербной субботы. Все стояли с зажженными свечами и вербами. Мы присоединились к молящимся и помню, с каким жаром молилась я, стоя рядом с моим дорогим мужем и как искренно от всего сердца благодарила Господа Бога за посланное мне счастье. Такие минуты не забываются. Глава восьмая Отъезд за границу Вернулись мы в Петербург и вновь началась столь наскучившая мне жизнь. К завтраку явились обычные наши гости, а затем стали собираться и остальные родные, знавшие со слов пасынка, что мы вернемся к воскресенью. На мою долю опять выпала обязанность занимать и угощать родственников. На этот раз я исполняла это охотно, надеялась, что все скоро изменится. Федор Михайлович куда-то поехал, а я во избежание неприятностей решила пока никому не говорить о предполагаемой поездке за границу. Разговор о ней зашел только за обедом, к которому собрались все родные, в том числе и моя мать. Говорили о прекрасной почти весенней погоде, стоявшей всю неделю. Эмилия Федоровна высказала мысль, что следовало бы воспользоваться ясными днями, чтобы поискать дачу, иначе хорошие будут разобраны. Она добавила, что знает в Тярливе возле Павловска отличную дачу с большим садом, настолько обширную, что в ней, кроме нас, могла бы поместиться и вся семья Достоевских. Анне Григорьевне будет веселее жить в молодом обществе, а я, так и быть, пожертвую собою и возьмусь за хозяйство, которое не удается нашей милой хозяйке. Федор Михайлович поморщился от намека Эмилии Федоровны на мою нехозяйственность, а может быть от замечания, что мне будет веселее с молодежью. «Нам незачем искать дачу», объявил он, «мы с Аней едем за границу». Все родные приняли эти слова за шутку, но когда муж стал подробно рассказывать план поездки, поверили в ее действительность и, очевидно, очень недовольные как-то вдруг замолчали. «Я пыталась оживить разговор, рассказывая об Ивановых и о наших похождениях в Москве, но никто не поддержал моей беседы». Подали кофе, и Федор Михайлович, раздраженный безмолвным протестом, ушел в кабинет. За ним немного спустя пошла Эмилия Федоровна, прочие родственники перешли в гостиную и в столовой осталась я да Павел Александрович. «Я отлично вижу, что это ваши фокусы, Анна Григорьевна с гневом начал он. «Какие фокусы? Не понимаете? Да вот это нелепая поездка за границу. Но вы очень ошибаетесь в ваших расчетах. Если я допустил вашу поездку в Москву, то лишь потому, что папа ездил получать деньги. Но поездка за границу это ваша прихоть, Анна Григорьевна, и я ни в каком случае допустить ее не намерен». Я была возмущена его тоном, но мне не хотелось ссориться, и я шутя сказала, «Но может быть вы над нами смилуетесь?» «Не рассчитывайте на это, ведь эта прихоть будет стоить денег, а деньги нужны не для вас одной, а для всей семьи, деньги у нас общие». И это говорил человек всем обязанной своему доброму отчиму и не умевшей заработать копейки. Чтобы не разбронить его за дерзость, я поскорее ушла. Прошло полчаса, и Эмилия Федоровна вышла из кабинета, видимо, раздраженная. Она приказала дочери собираться домой и ушла очень сухо со мною простившись. Ее место в кабинете занял брат Николай Михайлович, а затем пошли прощаться и остальные родные. После всех к Федору Михайловичу пошел Павел Александрович. По своему обыкновению он начал говорить так запальчиво и наставительно, что Федор Михайлович не выдержал и выслал его из комнаты, и он тотчас куда-то ушел. «Когда все разошлись, я прошла в кабинет и застала мужа в раздражении и он говорил, что все родные против нашей поездки за границу, а в случае, если она состоится, требуют, чтобы им были оставлены деньги на несколько месяцев вперед». «Сколько же это составит?» спросила я. «Эмилия Федоровна обещала поговорить с детьми и завтра дать ответ», сказал Федор Михайлович. Его слова меня чрезвычайно встревожили. Из полученной от русского вестника тысячи рублей Федор Михайлович предполагал дать Эмилии Федоровне двести рублей, Паше на житье сто рублей, Николаю Михайловичу сто рублей, и сто рублей пошли бы на нашу жизнь до отъезда. На поездку за границу осталось бы таким образом рублей пятьсот. Мы рассчитывали, что Федор Михайлович, отдохнув месяц за границей, примется за статью свою, Абелинском. Предполагалось, что в ней будет не менее трех-четырех листов, и Федор Михайлович может получить за нее через сравнительно небольшой срок триста-четыреста рублей на нужды своих родных в летние месяцы. Мы же намерены были уже в начале августа вернуться в Петербург. Мрачные предчувствия мои оправдались. На другой день утром пришла Эмилия Федоровна и заявила, что ей необходимы пятьсот рублей на нужды ее семьи и двести рублей на содержание пасынка во время нашего отсутствия. Федор Михайлович пробовал ее убеждать согласиться на триста рублей для ее семьи и для пасынка, а дальнейшие деньги обещал доставить через два месяца, но Эмилия Федоровна не согласилась, а отказать ей Федор Михайлович не имел силы, слишком привык он со смерти брата заботиться об интересах его семьи. Среди дня Федору Михайловичу пришлось испытать новую неприятность. К нему неожиданно явился молодой человек, сын госпожи Рейсман. Она имела несколько исполнительных листов на Федора Михайловича суммой около двух тысяч, но так как муж уплачивал ей большие проценты, то она его и не беспокоила. Теперь же сын ее заявил, что мать просит уплатить по одному исполнительному листу пятьсот рублей, и в случае отказа намеренно обратиться к судебному приставу и просить его описать нашу обстановку. Федор Михайлович был чрезвычайно поражен этим неожиданным требованием, но ввиду настояния Рейсмана обещал уплатить завтра триста рублей. В течение дня были получены письма от родственников, и выяснилось, что Федор Михайлович должен им выдать тысячу сто рублей, да уплатить Рейсману триста, и у нас же на лицо была всего тысяча. «Скажу откровенно, что мне показалось несколько подозрительным это внезапное требование всегда столь сговорчивой кредиторши, но я не высказала моих мыслей мужу». Поздно вечером, подсчитав все предстоявшие выдачи, Федор Михайлович с грустью сказал мне, «Судьба против нас, дорогая моя Анечка. Сама видишь, если ехать за границу теперь весной, то потребуется две тысячи, а у нас не наберется и одной. Если останемся в России, то можем на эти деньги прожить спокойно два месяца и даже, пожалуй, нанять дачу, которую рекомендует Эмилия Федоровна. Там я примусь за работу, и возможно, что осенью вновь появятся у нас деньги, и мы на два месяца съездим за границу». «Если б ты знала, голубчик мой дорогой, как я жалею, что это не может осуществиться теперь, как я мечтал об этой поездке, как она казалась мне необходимой для нас обоих». Видя подавленное настроение Федора Михайловича, я постаралась скрыть свое огорчение и бодро сказала, «Ну, успокойся, дорогой мой, подождем до осени, а вось тогда нам больше посчастливиться». Я сослалась на головную боль и поскорее ушла из кабинета, боясь разрыдаться и еще более огорчить мужа. На душе у меня была смерть. Все те печальные мысли и сомнения, которые так измучили меня и только исчезли на время московской поездки, вернулись ко мне с удвоенной силой, и я пришла почти в отчаяние, видя, что мечта, так пленявшая нас обоих, не может осуществиться. Только постоянное духовное общение с мужем, которое я так ценила в блаженной неделе, предшествовавшей нашей свадьбе, думала я, и которое так украсило нашу московскую жизнь, может создать ту крепкую и дружную семью, о которой мы мечтали с Федором Михайловичем. Чтобы спасти нашу любовь, необходимо хоть на два, три месяца уединиться и мне успокоиться от пережитых волнений и неприятностей. Я глубоко убеждена, что тогда мы с мужем сойдемся на всю жизнь, и никто нас более не разлучит. Но откуда взять денег на эту столь необходимую нам обоим поездку, раздумывала я. И вдруг одна мысль промелькнула у меня в голове. А что, не пожертвовать ли мне ради поездки всем своим преданным и таким образом спасти свое счастье? Мысль эта мало-помалу овладела мною, хотя исполнение ее и представляло некоторые трудности. Прежде всего, мне самой очень нелегко было решиться на эту жертву. Я уже говорила, что, несмотря на мои двадцать лет, я была во многом ребенок, а в юности вещи, обстановка, наряды имеют большое значение. Мне чрезвычайно нравился мой рояль, мои прелестные столики и этажерки, все мое красивое, так недавно заведенное хозяйство. Жаль было его лишиться, рискуя не получить никогда обратно. Боялась я также недовольства моей матери. Выйдя так недавно замуж, я все еще находилась под ее влиянием и страшилась ее огорчить. Часть моего приданого была куплена на ее деньги. Что, думала я, если мама обвинит моего мужа в излишнем пристрастии к своим родным и усомнится в его любви ко мне? Как будет страдать она, счастье своих детей, всегда ставившее выше своего личного? В таких колебаниях и сомнениях я провела бессонную ночь. В пять часов зазвонили к заутренне, и я решила пойти помолиться в церковь Вознесения, что находилась напротив нашего дома. Богослужение, как и всегда, подействовало на меня умилительно. Я горячо молилась, плакала и вышла из церкви с укрепившимся во мне решением. Из церкви, не заходя домой, я отправилась к моей матери. Приезд мой в такой ранний час, да еще с заплаканными глазами, испугал бедную маму. Из всех близких лишь она одна знала неудачи моей семейной жизни. Она часто журила меня за неумение поставить Павла Александровича в почтительные к себе отношения и изменить окружающую меня обстановку. Возмущалась она также тем, что я всегда прежде занятая и находившая в труде нравственное удовлетворение, теперь целыми днями ничего не делала, а только занимала и угощала неинтересных для меня гостей. Она была шведка, смотрела на жизнь западным, более культурным взглядом и боялась, что добрые навыки, вложенные воспитанием, исчезнут благодаря нашей русской беспорядочно гостеприимной жизни. Понимая, что у меня не хватит ни силы, ни житейского такта, чтобы ввести все в должные границы, мама очень рассчитывала на нашу зарубежную поездку. Она предполагала осенью после нашего возвращения предложить Кедру Михайловичу поселиться в ее доме. Мы имели бы хорошую даровую квартиру, да и родственники ввиду дальнего расстояния не стали бы посещать нас ежедневно. Павел Александрович тоже не захотел бы жить в глуши, как он презрительно называл нашу местность, и, конечно, остался бы у Эмилии Федоровны. Таким образом, наш разъезд с Павлом Александровичем не имел бы вида семейного разлада, а случился бы по его собственному желанию. Узнав, что наша заграничная поездка расстроилась, и мне предстоит провести лето на общей даче с Достоевскими, моя мать испугалась. Она знала мой независимый характер и молодую неуступчивость, и боялась, что я не выдержу, и произойдет семейная катастрофа. Мой план заложить все мои вещи, она к великой моей радости тотчас же одобрила. На мой вопрос, не жаль ли ей данного мне приданого, мама ответила, конечно, жаль, но что же делать, раз твое счастье в опасности? Вы с Федором Михайловичем такие разные люди, что если не сойдетесь, как должно теперь, то уж, конечно, не сойдетесь никогда. Необходимо только уезжать как можно скорее до праздников, пока не явилось новых осложнений. Однако успеем ли мы до праздников заложить вещи и получить деньги, спрашивала я. К счастью, моя мать знала одного из директоров компании громоздких движимостей и обещала немедленно поехать к нему и попросить завтра прислать оценщика. Срок нашей квартиры был до первого мая, и мебель можно было перевести в склады после святой. Вырученные за залог деньги мама бралась передать родственникам Федора Михайловича, сколько он назначит каждому, что до золотых и серебряных вещей, выигрышных билетов и шуб, то их можно было успеть заложить до нашего отъезда. Радостно поехала я домой и поспела раньше, чем встал Федор Михайлович. Павел Александрович, очень заинтересованный, куда я уезжала на целое утро, тотчас пришел в столовую, где я готовила кофе для мужа и по обыкновению принялся извить. «Мне очень приятно констатировать, что вы так богомольны, Анна Григорьевна, начал он, что отстаиваете не только за утренню, но и обедню, как я узнал от Федосии. Да, я была в церкви, отвечала я. Но почему вы так сегодня задумчивы? Позвольте узнать, в каких заграничных курортах витает ваше пылкое воображение? Ведь вы знаете, что мы за границу не едем. Что я вам говорил? Вы теперь на опыте убедились, что я сумею поставить на своем и не допущу поездки за границу. Ну да, знаю, знаю. Что об этом говорить? Отвечала я, не желая заводить спора, хотя в душе была страшно возмущена его дерзостью. Предстояла большая задача уговорить Федора Михайловича согласиться на придуманный мною план. Говорить с ним дома было нельзя. Каждую минуту мог кто-нибудь помешать. Да и Павел Александрович упорно сидел дома, выжидая прихода молодых Достоевских наших обычных утренних гостей. К счастью, мужу необходимо было съездить по какому-то делу. Я вызвалась проводить его до ближайшей аптеки. Выйдя из дому, я предложил Федору Михайловичу зайти в часовню Вознесенской церкви. Мы вместе помолились перед образом Богородицы, а затем пошли по Вознесенскому проспекту и по набережной Мойки. Я была очень взволнована и не знала, с чего начать разговор. Федор Михайлович помог мне. Заметив мое оживление, он сказал, как я рад, Аня, что ты благодушно приняла отмену заграничной поездки, о которой мы оба так мечтали. «Но она может состояться, если ты согласишься на план, который я тебе предложу», отвечала я и немедленно принялась его излагать. Как и следовало ожидать, муж тотчас отверг мой план, не желая, чтобы я жертвовала своими вещами. Мы заспорили и, не замечая дороги, зашли, все по набережной Мойки, в совсем необитаемую и невиданную мною часть города. Во второй раз в течение нашей брачной жизни я призналась мужу, что мне тяжело живется, и умоляла Федора Михайловича дать мне хоть два-три месяца спокойной и счастливой жизни. Я уверяла, что при теперешних обстоятельствах мы не только не станем друзьями, как прежде мечтали, но, может быть, разойдемся навеки. Я умоляла мужа спасти нашу любовь, наше счастье, и, не выдержав, так разрыдалась, что бедный Федор Михайлович совсем потерялся и не знал, что со мной делать. Он поспешил на все согласиться. Я что невзирая на прохожих в той местности немногочисленных расцеловало мужа. Тут же, не теряя времени, я предложил Федору Михайловичу отправиться в канцелярию генерал-губернатора узнать, когда можно получить заграничный паспорт. С этим паспортом у мужа всегда были осложнения. Как бывший политический преступник Федор Михайлович состоял под надзором полиции, и ему кроме обычных формальностей необходимо было предварительное разрешение военного генерал-губернатора. О полицейском надзоре за Достоевским смотри публикацию Оксмана «Секретные инструкции о Достоевском» в книге «Творчество Достоевского Одесса 1921 год страницы 36-38 мая». В канцелярии знакомый мужу чиновник, большой почитатель его таланта, предложил Федору Михайловичу написать тут же просьбу и обещал доложить ее завтра по начальству. Паспорт он обещал приготовить к пятнице. Помню, как бесконечно счастлива была я в этот день. Даже нелепые приставания Павла Александровича не сердили меня. Я знала, что им скоро придет конец. Про наш отъезд мы в этот день никому не говорили, кроме мамы, которая приехала вечером и увезла с собою золотые вещи, серебро и выигрышные билеты, чтобы завтра же их заложить. На другой день в среду к нам приехал оценщик компании и определил сумму, которую мы могли получить за мебель. В тот же день вечером, когда к обеду собрались у нас почти все родные, Федор Михайлович объявил, что мы послезавтра уезжаем за границу. Позвольте, папа, сделать вам замечание, тотчас заговорил опешенный известием Павел Александрович. Никаких замечаний, вспырил Федор Михайлович. Все получат столько, сколько себе назначили и ни копейки больше. Но это невозможно. Я забыл вам сказать, что мое летнее пальто совсем вышло из моды и мне необходимо новое и другие есть расходы, начал Павел Александрович. Кроме назначенного ничего не получишь. Мы едем за границу на деньги Анны Григорьевны и располагать ими я не вправе. Павел Александрович пробовал раза два-три предъявлять какие-то требования, но Федор Михайлович не стал его и слушать. После обеда родные друг за другом потянулись в кабинет мужа. Там Федор Михайлович выдал каждому часть деньгами, а часть расписками на первое мая, по которым моя мать должна была уплатить из денег, полученных за заклад наших вещей. Я уговорил Федора Михайлович дать Павлу Александровичу денег на летнее пальто, чтобы он не делал нам препятствий. Эта жертва его неумилостивила, и на прощание он сказал мне, что мой коварный поступок поездка за границу мне даром не пройдет, и осенью он померяется со мной силами, и неизвестно, на чьей стороне будет победа. Я была так счастлива, что не обращала внимания на колкости, сыпавшиеся на меня со всех сторон. Мы быстро уложились, и, думая, что уезжаем ненадолго, взяли с собой лишь необходимые вещи, предоставив залог нашей мебели и сохранение остального хозяйства моей матери. Помощник к ней напросился Павел Александрович, но, впрочем, больше мешал, чем помогал ей. Часть кабинета и библиотеку Федора Михайловича он перевез к себе, сказав, что хочет чтением дополнить свое образование. Мы уезжали за границу на три месяца, а вернулись в Россию через четыре слишком года. За это время произошло много радостных событий в нашей жизни, и я вечно буду благодарить Бога, что Он укрепил меня в моем решении уехать за границу. Там началась для нас с Федором Михайловичем новая, счастливая жизнь, и окрепли наша взаимная дружба и любовь, которые продолжались до самой кончины моего мужа. Часть четвертая. Пребывание за границей. Более подробно о жизни Федора Михайловича и Анны Григорьевны Достоевских за границей в 1867 году. Смотри в дневнике Достоевской. Смотри также Достоевская Воспоминания Нитка Публикация Белова Дальний Восток 1971 год номер 11 страницы 131 135 Расшифрованный дневник Анны Григорьевны Достоевской Расшифровка Пашиманской Публикация Житомирской Литературное наследство том 86 страницы 155 290 Глава первая Первая супружеская ссора Выписана из стенографической тетради Сегодня 18 апреля Небольшой дождь Но кажется будет идти целый день У берлинцев окна отворены Под окном нашей комнаты распустилась липа Дождь продолжается Но мы решили выйти чтобы посмотреть город Вышли на Унтерден Линден Видели дворец Академию архитектуры Арсенал Оперный театр Университет и церковь Людовика Дорогой Федя заметил мне что я по-зимнему одета белая пуховая шляпа и что у меня дурные перчатки Я очень обиделась и ответила что если он думает что я дурно одета то нам лучше не ходить вместе Сказав это я повернулась и быстро пошла в противоположную сторону Федя несколько раз окликнул меня хотел за мной убежать но одумался и пошел прежнюю дорогою Я была чрезвычайно обижена Мне показалось замечание Федора Михайловича ужасно неделикатным Я почти бегом прошла несколько улиц и очутилась у Бранденбургских ворот Дождь все еще шел Немцы с удивлением смотрели на меня девушку которая не обращая ни малейшего внимания без зонтика шла подожжу Но мало-помалу я успокоилась и поняла что Федя своим замечанием вовсе не хотел меня обидеть и что я напрасно погорячилась Меня сильно обеспокоила моя ссора с Федей и я Бог знает что стала воображать Я решила идти поскорее домой думая что Федя вернулся и я могу помириться с ним Но каково было мое огорчение когда придя в гостиницу я узнала что Федя заходил уже домой пробовал несколько минут в комнате и опять ушел Боже мой что я только перечувствовала мне представилось что он меня разлюбил и уверившись что я такая дурная и капризная нашел что он слишком несчастлив и бросился в шпрее Затем мне представилось что он пошел в наше посольство чтобы развестись со мной выдать мне отдельный вид и отправить меня обратно в Россию эта мысль тем более укрепилась во мне что я заметил что Федя отпирал чемодан он оказался не на том месте как Давича и ремни были развязаны очевидно Федя доставал наши бумаги чтобы идти в посольство все эти несчастные мысли до того меня измучили что я начала горько плакать упрекать себя в капризах и дурном сердце я дала себе слово если Федор Михайлович меня бросит ни за что не вернуться в Россию а спрятаться где-нибудь в деревушке за границей чтобы вечно оплакивать мою потерю так прошло два часа я поминутно вскакивала с места подходила к окну посмотреть не идет ли Федя и вот когда мое отчаяние дошло до последнего предела я выглянув из окна увидела Федю который самым независимым видом положив обе руки в карманы пальто шел по улице я страшно обрадовалась и когда он вошел в комнату я с плачем и рыданиями бросилась к нему на шею он очень испугался увидев мои заплаканные глаза и спросил что со мной случилось когда я рассказала ему мои страхи он очень смеялся и сказал что надо иметь очень мало самолюбия чтобы броситься и утонуть в шпрее в этой маленькой ничтожной речонке очень смеялся и над моей мыслью о разводе и говорил что я еще не знаю как он любит свою милую жёночку заходил он и отворял чемодан чтобы вынуть деньги для заказа пальто таким образом все объяснилось мы помирились и я была страшно счастлива глава вторая пробыв два дня в Берлине мы переехали в Дрезден так как мужу предстояла трудная литературная работа то мы решили прожить здесь не менее месяца Фёдор Михайлович очень любил Дрезден главным образом за его знаменитую картинную галерею и прекрасные сады его окрестностей и во время своих путешествий непременно заезжал туда так как в городе имеется много музеев и сокровищниц то зная мою любознательность Фёдор Михайлович полагал что они заинтересуют меня и я не буду скучать по России чего на первых порах он очень опасался остановились мы на Неомаркт в одной из лучших тогда гостиниц штат Берлин и переодевшись тотчас направились в картинную галерею с которую муж хотел ознакомить меня прежде всех сокровищ города Фёдор Михайлович уверял что отлично помнит кратчайший путь к Цвингуру но мы немедленно заблудились в узких улицах и тут произошел тот анекдот который муж приводит в одном из своих писем ко мне в пример основательности и некоторые тяжеловесности немецкого ума письмо от примечания Достоевской в тексте воспоминаний Анна Григорьевна не указала какое письмо Достоевского к ней она имеет в виду это письмо вероятно не сохранилось так как в письмах вошедших в собрание писем Достоевского в четырех томах этот эпизод не упоминается об этом же эпизоде Анна Григорьевна рассказывает и в дневнике Достоевской страница 105 относя его к 26 мая 7 июня 1867 года Федор Михайлович обратился к господину по-видимому интеллигентному с вопросом пожалуйста милостивый государь где находится картинная галерея картинная галерея да картинная галерея королевская картинная галерея да королевская картинная галерея я не знаю мы подивились почему он так нас допрашивал если не знал где галерея находится впрочем мы скоро до галереи дошли и хотя оставалось до закрытия не более часа но мы решили войти муж мой минуя все залы повел меня к Сикстинской Мадонне в картине которую он признавал за высочайшее проявление человеческого гения впоследствии я видела что муж мой мог стоять предэтую поразительной красоты картины часами умиленной и растроганной в дневнике Достоевской за 18 апреля 1867 года имеется запись наконец Федя привел меня к Сикстинской Мадонне Никакая картина до сих пор не производила на меня такого впечатления как это что за красота что за невинность и грусть в этом божественном лице сколько смирения сколько страдания в этих глазах Федя находит скорбь в улыбке Мадонны страница 15 Сикстинская Мадонна несколько раз упоминается в произведениях Достоевского в преступлении и наказании Свидригайлов говорит о своей юной невесте а знаете у ней личика вроде Рафаэлевой Мадонны ведь у Сикстинской Мадонны лицо фантастическое лицо скорбной юродивой Достоевский том 6 369 страница Скажу что первое впечатление на меня Сикстинской Мадонны было ошеломляюще Мне представилось что Богоматерь с младенцем на руках как бы несется в воздухе навстречу идущим Такое впечатление я испытала впоследствии когда во время всеночной на 1 октября я вошла в ярко освященный храм Святого Владимира в Киеве и увидела гениальное произведение художника Васнецова Анна Григорьевна имеет в виду работы Васнецова в конце 80-х начале 90-х годов по росписи стен Владимирского собора в Киеве библейскими сюжетами Тоже впечатление Богоматери с кроткой улыбкой благоволения на божественном лице идущей мне навстречу потрясло и умилило мою душу В тот же день мы наняли себе квартиру на Иоханнес-штрассе Квартира состояла из трех комнат гостиной кабинета и спальни и сдавалась одной недавно овдовевшей француженкой Назавтра мы пошли покупать мне шляпу чтобы заменить мою петербургскую и муж заставил меня примерить шляп 10 и остановился на той которая по его словам удивительно ко мне шла Как сейчас помню ее из белой итальянской соломы с розами и длинными черными бархатными лентами спускавшимися по плечам и называвшимися согласно моде Сьюзмуа Затем дня два-три мы ходили с мужем покупать для меня верхние вещи для лета и я дивилась на Федора Михайловича как ему не наскучило выбирать рассматривать материи со стороны их добротности рисунка и фасона покупаемые вещи Все что он выбирал для меня было доброкачественно просто и изящно и я впоследствии вполне доверялась его вкусу когда мы устроились наступила для меня полоса безмятежного счастья не было денежных забот они предвиделись лишь к осени не было лиц стоявших между мною и мужем была полная возможность наслаждаться его обществом воспоминания о том чудном времени несмотря на протекшие десятки лет остаются живыми в моей душе Федор Михайлович любил порядок во всем в том числе и в распределении своего времени поэтому у нас вскоре установился строй жизни который не мешал никому из нас пользоваться временем как мы хотели так как муж мой работал ночью то вставал не раньше одиннадцати я с ним завтракала и тотчас отправлялась осматривать какую-нибудь коллекцию и в этом случае моя молодая любознательность была вполне удовлетворена мне помнится что я не пропустила ни одной из бесчисленных коллекций минералогических геологических ботанических и прочих они были осмотрены мною с полной добросовестностью но к двум часам я непременно была в картинной галерее помещающейся в том же цвингере как и все научные коллекции я знала что к этому времени в галерею придет мой муж и мы пойдем любоваться любимыми им картинами которые конечно немедленно сделались и моими любимыми Федор Михайлович выше всего в живописи ставил произведение Рафаэля и высшим его произведением признавал может стоять наравне с Мадонной Рафаэля лицо Христа выражает удивительную кротость величия страдания страница девятнадцатая из других художественных произведений смотря на которые Федор Михайлович испытывал высокое наслаждение и к которым непременно шел в каждое свое посещение минуя другие сокровища были Мария с младенцем Мурильо Святая ночь Кореджо Христос Аннибали Карачи Кающаяся Магдалина Баттони Охота Рюиздаля Пейзаж Утро и Вечер Клода Лорена Эти ландшафты мой муж называл Золотым веком и говорит о них в дневнике писателя Рембрандт и его жена Рембрандт Иван Рейна Король Карл Первый Английский Антон Иван Дейко Из акварельных или пастельных работ очень ценил шоколадницу Жанна Леотара Картины французского художника Клода Лорена Утро и Вечер находятся не в Дрезденской галерее а в Эрмитаже в Ленинграде Первое из них Утро известно еще под названием Встреча Иакова с Рахилью Золотым веком Достоевский называл другую картину Клода Лорена Асис и Галатея находящуюся в Дрезденской галереи Сюжетом картины Асис и Галатея послужил эпизод из 13-й книги Метаморфоз Овидия Рассказ о любви Галатея к юноше Асису Достоевский трижды возвращается к этой картине в своих произведениях В бесах Исповедь Ставрогина В подростке Рассказ Версилова о первых днях европейского человечества и в дневнике писателя за 1877 год Сон смешного человека В три часа картинная галерея закрывалась и мы шли обедать в ближайший ресторан Это была так называемая итальянская деревушка крытая галереей которой висела над самой рекой Громадные окна ресторана открывали вид в обе стороны Эльбы и в хорошую погоду здесь было чрезвычайно приятно обедать и наблюдать за всем что на реке происходило Кормили здесь сравнительно дешево но очень хорошо и Федор Михайлович каждый день требовал себе порцию голубого угря которого он очень любил и знал что здесь его можно получить только что пойманного Любил он пить белый рейнвейн который тогда стоил 10 грошей полбутылки в ресторане получалось много иностранных газет и муж мой читал французские отдохнув дома мы в 6 часов шли на прогулку в Гроссенгарден Федор Михайлович очень любил этот громадный парк главным образом за его прелестные луга в английском стиле и за его роскошную растительность от нашего дома до парка и обратно составляло не менее 6-7 верст и мой муж любивший ходить пешком очень ценил эту прогулку и даже в дождливую погоду от нее не отказывался говоря что она на нас благотворно действует в те времена в парке существовал ресторан Цум Гроссен Виртшафт где по вечерам играла то полковая медная то инструментальная музыка иногда программа концертов была серьезная не будучи знатоком музыки муж мой очень любил музыкальные произведения Моцарта Бетховена Фиделио Мендельсона Бартольде Свадебный марш Россини Айрду Стаббат Матер и испытывал искреннее наслаждение слушая любимые вещи произведений Рихарда Вагнера Федор Михайлович совсем не любил скептическое отношение к музыке Вагнера подтверждается письмом Достоевского Канне Григорьевны из Эмса от 7 19 августа 1879 года музыка здесь хоть и хороша но редко Бетховен Моцарт а все Вагнер прискучнейшая немецкая каналья несмотря на славу свою и всякая дрянь переписка 297 страница Антипатия к Вагнеру объясняется по-видимому тем, что Достоевский был воспитан на классической и романтической музыке Глинки Бетховена Моцарта Надо учесть также, что Достоевский слушал Вагнера за границей лишь в концертном исполнении в то время как наибольший успех имели оперы Вагнера в сценическом воплощении В то же время в 1873 году в примечании от редакции гражданина к одной корреспонденции из Германии Достоевский писал А такие явления как распространение идей Шопенгауэра и полная глубоких задач музыка Вагнера показывают по крайней мере что немецкое глубокомыслие и художественное творчество еще живы еще одушевлены самыми высокими стремлениями Достоевский 1926-1930 годы 13 том 456 страница Смотри подробнее в книге Гозенпуда Достоевский и музыка Ленинград 1971 год Обычно на таких прогулках мой муж отдыхал от всех литературных и других дум и находился всегда в самом добродушном настроении шутил смеялся помню что в программе концертов стояли вариации и попури из оперы Дихтер и Байер фон Зупе поэт и крестьянин Федор Михайлович любил эти вариации благодаря одному случаю как-то на прогулке в Гроссгартен мы повздорили из-за убеждений и я высказала свое мнение в резких выражениях Федор Михайлович оборвал разговор и мы молча дошли до ресторана мне было досадно зачем я испортила доброе настроение мужа и чтобы его вернуть я когда заиграли попури из оперы Зупе объявила что это про нас написано что он Дихтер а я Байер и потихоньку стала подпевать за Байера Федору Михайловичу понравилась моя затея и он начал подпевать арию Дихтера таким образом Зупе нас примирил с тех пор у нас вошло в обыкновение в дуэте героев потихоньку вторить музыки мой муж подпевал партию Дихтера а я подпевала за Байера это было незаметно так как мы всегда садились в отдалении под нашим дубом смеху веселья было много и муж уверял что он со мною помолодел на всю разницу наших лет получались и анекдоты так однажды с нашего дуба в большую кружку с пивом Федора Михайловича сварилась веточка а с нею громадный черный жук муж мой был брезглив и из кружки с жуком пить не захотел а отдал ее к Кельнеру приказав принести другую когда тот ушел муж пожалел зачем мне пришла мысль потребовать сначала новую кружку а теперь пожалуй Кельнер только вынет жука и ветку и принесет ту же кружку обратно когда Кельнер пришел Федор Михайлович спросил его что же вы эту кружку вылили как вылил я ее выпил ответил тот и по его довольному виду можно было быть уверенным что он не упустил случая лишний раз выпить пиво эти ежедневные прогулки напомнили и заменили нам чудесные вечера нашего жениховства так много было в них веселья откровенности и простодушия в половине десятого мы возвращались пили чай и затем садились Федор Михайлович за чтение купленных им произведений Герцена я же принималась за свой дневник Герцена Достоевский читал много и постоянно он был для него одним из наиболее глубоких и проникновенных писателей и мыслителей Важно отметить что творчество Герцена оказало огромное до сих пор еще недостаточно оцененное воздействие на Достоевского впервые он упомянул о Герцене в письме к Достоевскому в январе 1846 года и начиная с этого времени Достоевский пристально следит за всеми без исключения произведениями Герцена кто виноват доктор Крупов и особенно Берега и письма Франции и Италии становятся в ряд с любимыми Достоевским шедеврами русской и мировой литературы особенно ценил Достоевский публицистику Герцена его статьи исследования о Европе близкие ему по антибуржуазному духу и глубине проникновения в сущность главнейших социальных и философских проблем и потрясений на Западе необыкновенно высоко отзывался Достоевский и о письмах об изучении природы Герцена в которых он находил лучшую философию не только в России в Европе Достоевский в воспоминаниях том 2 страница 138 в 1862 году в Лондоне состоялась встреча Достоевского и Герцена на обоих она произвела самое благоприятное впечатление впоследствии когда политические симпатии Достоевского во многом изменились и очевиднее стали идеологические расхождения с Герценом Достоевский в старых людях даст весьма субъективную но в то же время далекую от враждебности характеристику его личности это был художник мыслитель блестящий писатель чрезвычайно начитанный человек остроумец удивительный собеседник говорил он даже лучше чем писал и великолепный рефлектер Достоевский 1926 1930 годы том 11 страница 7 и в 1876 году Достоевский потрясенный известием о самоубийстве дочери Герцена пишет о ее отце как о мыслителе и поэте заметьте это дочь Герцена человека высокоталантливого мыслителя и поэта правда жизнь его была чрезвычайно беспорядочна полная противоречий и странных психологических явлений это был один из самых резких русских раскольников западного толку но зато из самых широких и с некоторыми вполне уж русскими чертами характера литературное наследство том 86 страница 86 об отношении Достоевского к Герцену смотри статьи Долинина Достоевский и Герцен в его книге последние романы Достоевского Москва Ленинград 1963 и Лищенер Герцен и Достоевский Диалектика духовных исканий русская литература 1972 год номер 2 страница 37 61 писала я его стенографически первые полтора два года нашей брачной жизни с небольшими перерывами за время моей болезни задумала я писать дневник по многим причинам при множестве новых впечатлений я боялась забыть подробности к тому же ежедневная практика была надежным средством чтобы не забыть стенографии а напротив в ней усовершенствоваться главная же причина была иная мой муж представлял для меня столь интересного столь загадочного человека и мне казалось что мне легче будет его узнать и разгадать если я буду записывать его мысли и замечания к тому же за границей я была вполне одинока мне не с кем было разделить моих наблюдений а иногда возникавших во мне сомнений и дневник был другом которому я поверяла все мои мысли надежды и опасения мой дневник очень интересовал моего мужа и он много раз говорил мне дорого бы я дал чтобы узнать Анечка что ты такое пишешь своими крючками уж наверное ты меня бронишь это как случится и хвалю и броню отвечала я получаешь что заслужил впрочем как же мне тебя не бронить у кого достанет духу тебя не бронить заканчивала я теми же шутливыми вопросами с которыми он иногда обращался ко мне желая меня пожурить одним из поводов наших идейных разногласий был так называемый женский вопрос будучи по возрасту современницей шестидесятых годов я твердо стояла за права и независимость женщин и негодовала на мужа за его по моему мнению несправедливое отношение к ним я даже готова была подобные отношения считать за личную обиду и иногда высказывала это мужу помню как раз видя меня огорченный муж спросил меня Анечка что ты такая не обидел ли я тебя чем да обидел мы давеча говорили о нигилистах и ты их так жестоко бронил да ведь ты не нигилистка что ж ты обижаешься не нигилистка это правда но я женщина и мне тяжело слышать когда бронят женщину ну какая ты женщина говорил мой муж как какая женщина обижалась я ты моя прелестная чудная Анечка и другой такой на свете нет вот ты кто а не женщина по молодости лет я готова была отвергать его чрезмерные похвалы и сердиться что он не признает меня за женщину какую я себя считал скажу к слову что Федор Михайлович действительно не любил тогдашних нигилисток их отрицание всякой женственности неряшливость грубый напускной тон возбуждали в нем отвращение и он именно ценил во мне противоположные качества совсем другое отношение к женщинам возникло в Федоре Михайловиче впоследствии в 70-х годах когда действительно из них выработались умные образованные и серьезно смотрящие на жизнь женщины тогда мой муж высказал в дневнике писателя что многого ждет от русской женщины дневник писателя гражданин 1873 год номер 35 примечание Достоевской Достоевская имеет в виду главу 15 нечто о вранье дневник писателя за 1873 год которую Достоевский закончил так в нашей женщине все более и более замечается искренность настойчивость серьезность и честь искание правды и жертва женщина настойчивее терпеливее в деле она серьезнее чем мужчина хочет дело для самого дела а не для того лишь чтобы казаться уж не в самом ли деле нам отсюда ждать большой помощи достоевский 1926 1930 год том 11 страница 129 анна григорьевна не совсем точна когда говорит что положительное отношение к эмансипации женщин возникло у писателя значительно позже в 70-х годах достоевский скорее отрицал внешний нигилизм кукшинского типа вот что он писал Ивановый еще в 1868 году вопрос о женщине и особенно о русской женщине непременно в течение времени даже вашей жизни сделает несколько великих и прекрасных шагов я не о скороспелках наших говорю письма том 2 страница 73 1867 год к нашим спорам очень меня возмущало в моем муже то что он в своих спорах со мной отвергал в женщинах моего поколения какую-либо выдержку характера какое-нибудь упорное и продолжительное стремление к достижению намеченной цели например он один раз говорил мне возьми такую простую вещь ну что бы такое назвать ну хоть собирание почтовых марок мы как раз проходили мимо магазина в витрине которого красовалась целая коллекция если этим займется мужчина систематически он будет собирать хранить и если не отдаст этому занятию слишком большого времени и если и охладеет к собиранию то все-таки не бросит его а сохранит на долгое время а может быть и до конца своей жизни как воспоминания об увлечениях молодости а женщина она загорится желанием собирать марки купит роскошный альбом надоест всем родным и знакомым выпрашивая марки затратит на покупку их массу денег а затем желание в ней уляжется роскошный альбом будет валяться на всех этажерках и в заключение будет выброшен как надоевшая никуда негодная вещь так и во всем в пустом и серьезном везде малая выдержка сначала пламенные стремления и никогда долгое и упорное напряжение сил для того чтобы достигнуть прочных результатов намеченной цели этот спор меня почему-то раззадорил и я объявила мужу что на своем личном примере докажу ему что женщина годами может преследовать привлекшую ее внимание идею а так как в настоящую минуту говорила я никакой большой задачи я пред собою не вижу то начну хоть с пустого занятия только что тобою указанного и с сегодняшнего дня стану собирать марки сказано сделано я затащила Федора Михайловича в первый попавшийся магазин письменных принадлежностей и купила на свои деньги дешевенький альбом для наклеивания марок дома я тотчас слепила марки с полученных трех-четырех писем из России и тем положила начало коллекции наша хозяйка узнав о моем намерении порылась между письмами и дала и дала несколько старинных турн таксис и саксонского королевства так началось мое собирание почтовых марок и оно продолжается уже сорок девять лет конечно я никогда не делала никаких усилий для их коллекционирования я только копила их и в настоящее время у меня пропуск в рукописи штук из которых некоторые представляют редкости могу дать слово что ни одна из марок не куплена на деньги а или получена мною на письме или мне подарена эту слабость близкие мои знают и дочь моя например присылает мне письма с марками разной ценности от времени до времени я хвалилась пред мужем количеством прибавлявшихся марок и он иногда подсмеивался над эту моею слабостью в дрездене за эти недели произошел случай напомнивший неприятную для меня черту в характере федора михалыча именно его ни на чем не основанную ревность дело в том что профессор стенографии альхин узнав что мы предполагаем пожить некоторое время в дрездене дал мне письмо к профессору цейбегу вице-председателю кружка последователей габельсбергера той системы стенографии по которой я училась основатель стенографии в германии и изобретатель новой ее системы габельсбергер остановился на мысли что видимые знаки передающие звуки языка должны быть приноровлены к механизму человеческой речи ученики габельсбергера основали после его смерти габельсбергерское главное стенографическое общество и подготовили к переизданию важнейшее сочинение габельсбергера одним из первых преподавателей стенографии в россии по системе габельсбергера был учитель достоевской альхин автор учебника руководство к русской стенографии по началам габельсбергера издание третье санкт-петербург 1866 год имевшегося в библиотеке федора михайловича достоевского а в достоевской как стенографистке смотри капелюш и пошиманское стенографические записи достоевской в книге литературный архив том 6 Москва Ленинград 1961 год страницы 109 111 Альхин уверял что Цебиг отличный человек и что он может быть нам полезен при осмотре галерей и прочего я по приезде долго не шла к Цебигу но так как неудобно было не отдать письма то решилась наконец к нему поехать Цебига я дома не застала и оставила письмо профессор на другой же день отдал визит застал нас обоих дома и предложил нам посетить предстоящее заседание их кружка мы согласились но потом муж решил что я пойду одна с Цебигом муж уверил меня что ему скучно будет сидеть в таком специальном собрании так и сделали кружок стенографов имел свои заседания в отель пропуск в рукописи на вилл Рюфферштрасс заседание уже началось и какой-то старец читал реферат хоть Цебиг и приглашал меня занять место рядом с ним но я уселась в сторонке и жестоко проскучала полчаса когда настал перерыв профессор подвел меня к председателю и объявил всем присутствующим что я приехала из России с письмом от лица их специальности председатель высказал мне приветствие а я так сконфузилась что ничего ему не ответила а только поклонилась рефератов больше не было а все члены кружка сидели за длинным столом пили пиво и разговаривали ко мне стали подходить и представляться один за другим члены кружка а я так расхрабрилась что принялась болтать как у себя дома говорила я по-немецки с ошибками но очень бойко и скоро завербовала в свои поклонники как упрекнул меня потом муж всех молодых и старых членов кружка все провозглашали мое здоровье угощали ягодами и пирожками когда в 9 часов Цебек предложил меня проводить домой мне даже удалось сказать по-немецки маленький спич в котором я благодарила за радушный прием и звала желающих приехать в Петербург уверяя что последователи системы Габельсбергера будут приняты русскими столь же дружелюбно словом я была в восторге от моего триумфа тем более что через день прочла в Дрезденер на Хрихтен в Дрезденских новостях печатное сообщение следующего содержания в рукописи далее пропуск сообщение о заседании стенографического общества в Дрездене 20 июня 1867 года на котором присутствовала Достоевская появилась не в газете Дрезденер на Хрихтен а в газете Национальцайтунг от 22 июня 1867 года в книге дневник Достоевской приводится отрывок именно из этого номера Национальцайтунг на последнем расширенном заседании стенографического института присутствовала обучавшаяся по системе Габельсбергера русская дама которая в Петербурге часто пользуется этой системой страница 145 но Федор Михайлович отнесся к моему триумфу иначе когда я рассказала ему все подробности приема я заметила в лице моего мужа неприязненное выражение и весь остальной вечер он был очень грустен когда же два-три дня спустя нам на прогулке встретился один из членов кружка молодой человек как розовый и толстый как поросенок и со мной раскланялся то Федор Михайлович сделал мне сцену после которой мне уже не хотелось бывать на тех общественных прогулках по окрестностям куда меня с мужем приглашал цейбик это проявившаяся вновь тяжелая и обидная для меня черта характера моего мужа заставила меня быть осторожнее чтобы избежать подобных осложнений во время пребывания нашего в Дрездене случилось событие чрезвычайно возволновавшее нас обоих Федор Михайлович от кого-то узнал что по городу ходят слухи будто в нашего императора посетившего всемирную выставку в Париже стреляли покушение Березовского и что будто бы злодейство достигло цели речь идет о выстреле польского эмигранта Антона Березовского в Александра Второго на всемирной выставке в Париже 25 мая 6 июня 1867 года почти вся парижская пресса а также парижские адвокаты устроившие специальную демонстрацию с лозунгами «Вивля Полонь» выступили в защиту Березовского рассматривая его покушение как акт законной мести за свою порабощенную родину 3-го 15 июля 1867 года парижский суд присяжных приговорил Березовского вместо смертной казни к пожизненной каторге писатель не признававший смертной казни был однако возмущен попыткой суда присяжных оправдать Березовского которые принимали во внимание главным образом смягчающие вину обстоятельства позиция присяжных противоречила учению Достоевского о личной ответственности человека за свои поступки свое резко отрицательное отношение к покушению Березовского и к процессу над террористом Достоевский выразил в письме к Майкову от 28 16 августа 1867 года происшествия в Париже меня потрясло ужасно хороши тоже адвокаты парижские кричавшие вивля полонь фу что за мерзость а главное глупость и казенщина еще более убедился я тоже в моей прежней идее что отчасти и выгодно нам что Европа нас не знает и так гнусно нас знает о подробности процесса Березовского сколько гнусной казенщины письма том 2 страница 27 можно представить как был взволнован мой муж он был горячим поклонником императора Александра 2 за освобождение крестьян и за дальнейшие его реформы Достоевский публицист действительно в дневнике писателя неоднократно ратует за союз народа и царя освободителя Александра 2 однако Достоевский не всегда идеализировал личность Александра 2 я как и Пушкин слуга царю потому что дети его народ его не погнушаются слугой царевым писал Достоевский еще больше буду слуга ему когда он действительно поверит что народ ему дети что-то очень уж долго не верит биография 366 страница кроме кроме того 15 ноября 1849 года Достоевский вместе с другими петрашевцами был лишен всех прав состояния а 17 апреля 1858 года то есть уже при Александре II последовал высочайший указ правительствующему Сенату о возвращении Достоевскому прежних прав потомственного дворянства Достоевский не сразу получил разрешение жить в Петербурге а сначала с августа по декабрь 1859 года вынужден был поселиться в Твери и лишь 2 декабря 1859 года последовало разрешение Александра II на жительство Достоевского в Петербурге под секретным надзором полиции мы тотчас решили отправиться в наше консульство на Федора Михайловича что называется лица не было он был крайне взволнован и почти бежал дорогой и я боялась что с ним немедленно произойдет припадок так и случилось в ту же самую ночь к великому нашему счастью беспокойство оказалось преувеличенным в консульстве нас успокоили известием что злодейство не удалось мы тотчас же просили разрешения записать свои имена в числе лиц побывавших в консульстве чтобы выразить наше негодование по поводу этого гнусного покушения весь этот день мой муж был очень расстроен и грустен новое покушение последовавшее так скоро за покушением Каракозова ясно показало мужу что сети политического заговора проникли глубоко и что жизни столь почитаемого им императора угрожает опасность прошло недели три нашей дрезденской жизни как однажды муж заговорил о рулетке мы часто с ним вспоминали как вместе писали роман игрок и высказал мысль что если бы в дрездене он был теперь один то непременно бы съездил поиграть на рулетке к этой мысли муж возвращался еще раза два и тогда я не желая в чем-либо быть помехой мужу спросила почему же он теперь не может ехать Федор Михайлович сослался на невозможность оставить меня одну ехать же вдвоем было дорого я стала уговаривать мужа поехать в Гомбург на несколько дней уверяя что за его отсутствие со мной ничего не случится Федор Михайлович пробовал отговариваться но так как ему самому очень хотелось попытать счастье то он согласился и уехал в Гомбург оставив меня на попечении нашей хозяйки хотя я и очень бодрилась но когда поезд отошел и я почувствовала себя одинокой я не могла сдержать своего горя и расплакалась прошло два-три дня и я стала получать из Гомбурга письма в которых муж сообщал мне о своих проигрышах и просил выслать ему деньги я его просьбу исполнила но оказалось что и присланные он проиграл и просил вновь прислать и я конечно послала смотри письма том 2 страница одиннадцатая двадцатая но так как для меня эти игорные волнения были совершенно неизвестны то я преувеличила их влияние на здоровье моего мужа мне представилось судя по его письмам что он оставшись в Гомбурге страшно волнуется и беспокоится я опасалась нового припадка и приходила в отчаяние от мысли зачем я его одного отпустила и зачем меня нет с ним чтобы его утешить и успокоить я оказалась себе страшной эгоисткой чуть не преступницей за то что в такие тяжелые для него минуты я ничем не могу ему помочь через 8 дней федор михалыч вернулся в дрезден и был страшно счастлив и рад что я не только не стала его упрекать и жалеть проигранные деньги а сама его утешала и уговаривала не приходить в отчаяние анна григорьевна пишет в дневнике что достоевский уехал в гомбург 4 мая 1867 года и обещал вернуться через 4 дня но пробыл там до 15 мая дневник достоевской страницы 46 и 86 неудачная поездка в гомбург повлияла на настроение Федора Михайловича он стал часто возвращаться к разговорам о рулетке жалел об устраченных деньгах и в проигрыше винил исключительно самого себя он уверял что очень часто шансы были в его руках но он не умел их держать торопился менял ставки пробовал разные методы игры и в результате проигрывал происходило же это от того что он спешил что в гомбург приехал один и все время обо мне беспокоился да и в прежние приезды на рулетку ему приходилось заезжать всего на 2 на 3 дня и всегда с небольшими деньгами при которых трудно было выдержать неблагоприятный поворот игры вот если бы удалось поехать в рулеточный город и пожить там недели 2-3 имея некоторую сумму в запасе то он наверное бы имел удачу не имея надобности спешить он применил бы тот спокойный метод игры при котором нет возможности не выиграть если и не громадную сумму то все-таки достаточную для покрытия проигрыша Федор Михайлович говорил так убедительно приводил столько примеров в доказательство своего мнения что и меня убедил и когда возник вопрос не заехать ли нам по дороге в Швейцарию куда мы направлялись недели на две в Баден-Баден то я охотно дала свое согласие рассчитывая на то что мое присутствие будет при игре некоторым сдерживающим началом мне же было все равно где бы не жить только бы не расставаться с мужем когда мы наконец решили что по получению денег поедем на две недели в Баден-Баден Федор Михайлович успокоился и принялся переделывать и заканчивать работу которая ему так не давалась это была статья о Белинском в которой мой муж хотел высказать о знаменитом критике все что лежало у него на душе Белинский был дорогой для Федора Михайловича человек он высоко ставил его талант еще не зная его лично и говорит об этом в номере дневника писателя за 1877 год смотри Достоевский 1926 1930 годы 12 том страница 27 33 но высоко ставя критический дар Белинского и искренне питая благодарные чувства за поощрение его литературного дарования Федор Михайлович не мог простить ему то насмешливое и почти кощунственное отношение этого критика к его религиозным воззрениям и верованиям пропуск в рукописи Анна Григорьевна рассказывая об отношении Достоевского к Белинскому опирается видимо на беседы с мужем а также статью старые люди в дневнике писателя за 1873 год смотри Достоевский 1926 1930 годы 11 том и письмо к Страхову от 18 мая 1871 года в котором Достоевский уверял что Белинский ругал Христа по матерну письма о том 2 364 страница по всей вероятности принципиальные столкновения по религиозным вопросам между Белинским и Достоевским имели место но не они явились главной причиной будущих идейных разногласий Анна Григорьевна явно упрощает сложную эволюцию взаимоотношений Достоевского и Белинского наиболее серьезным влиянием испытанным Достоевским в молодости было влияние Белинского да и в течение всей последующей жизни Достоевского мы не найдем мыслителя или публициста который бы столь глубоко вошел в его сознание я страстно принял тогда все учение его писал Достоевский Достоевский 1926 30-й годы том 11 страница 10 первая встреча с Белинским в мае 1845 года восторженный тон первой беседы и слова Белинского сказанные о бедных людях да вы понимаете ли сами то что это вы такое написали вы до самой сути дела дотронулись самое главное разом указали вам правда открыто и возвещена как художнику досталось как дар цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем Достоевский 1926 30-й годы том 12 31 32 страница все это осталось навеки в памяти Достоевского с течением времени менялось мировоззрение писателя менялись в связи с этим и его ретроспективные оценки Белинского Достоевскому случалось возводить и хулу на великого критика но он никогда не мог не забыть не отнестись равнодушно к вдохновенному учителю своей молодости после идейного кризиса пережитого на каторге Достоевский и хотел бы освободиться от влияния Белинского но он никогда не мог довести своего бунта против него до конца вместе с тем идейная эволюция писателя особенно сказывается на его отношении именно к Белинскому который для Достоевского 60-х годов олицетворяет враждебный атеистический социализм Достоевский начинает ожесточенную борьбу с учением Белинского с разрушительными идеями 40-х годов смотри например письмо Достоевского к Майкову от 28-16 августа 1867 года письма том 2 24-36 страница этот процесс неспровержения идеалов достигает своей кульминации в период создания бесов романа содержащего попытку дискредитировать самую идею революционности смотри отзывы Достоевского о Белинском в записных тетрадях литературное наследство том 83 однако за три года до смерти Достоевского наступает новый поворот в его отношении к Белинскому в январе 1877 года умирал Некрасов сыгравший роль посредника в знакомстве автора бедных людей с критиком современника Достоевский уже казалось бы совсем отошедший от Белинского вспоминая теперь свою первую встречу с ним запишет в дневнике писателя за 1877 год это была самая восхитительная минута во всей моей жизни я в каторге вспоминая ее укреплялся духом Достоевский 1926 30 годы том 12 страница 32 об отношениях Белинского и Достоевского смотри книгу Кирпотина Достоевский и Белинский издание второе Москва 1976 год возможно что многие тяжелые впечатления вынесенные Федором Михайловичем от сношения с Белинским были следствием сплетен и нашептываний тех друзей которые сначала признали талант Достоевского и его пропагандировали а затем по каким-то малопонятным для меня причинам начали преследовать застенчивого автора бедных людей сочинять на него небылицы писать на него эпиграммы и всячески выводить из себя Нива за 1884 год номер 4 статья Полонского воспоминания Головачевой Панаевой 1890 год примечание Достоевской В феврале 1846 года в отечественных записках была опубликована статья Белинского о бедных людях и двойнике в которой наряду с признанием высоких художественных достоинств повестей особенно бедных людей содержались и критические замечания в основном относящиеся к двойнику это вполне благожелательная рецензия привела мнительного Достоевского в полное уныние отношения его с кругом современника становятся все более натянутыми свою новую повесть господин про Харчин Достоевский на этот раз отдает не Некрасову а Краевскому в отечественные записки скажу тебе пишет Достоевский брату в ноябре 1846 года что я имел неприятность окончательно поссориться с современником в лице Некрасова теперь они выпускают что я заражен самолюбием возмечтал о себе и передаюсь Краевскому за тем что Майков хвалит меня письма том 1 страница 102 однако неровное поведение молодого писателя вызванное чрезмерной мнительностью в тот момент оттолкнуло от него литераторов из среды современника дало повод для иронии насмешек и эпиграмм коллективному творчеству Тургенева и Некрасова принадлежит послание Белинского к Достоевскому начинающейся строфой витязь горестной фигуры Достоевский милый пыщ на носу литературы рдеешь ты как новый прыщ о взаимоотношениях круга современника с Достоевским вспоминает Панаева с появлением молодых литераторов в кружке беда была попасть им на зубок а Достоевский как нарочно давал к этому повод своей раздражительностью и высокомерным тоном что он несравненно выше их по своему таланту и пошли перемывать ему косточки раздражать его самолюбие уколами в разговорах особенно на это был мастер Тургенев он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи которые сболтнул в горячности Достоевский в воспоминаниях том 1 141 страниц когда Федору Михайловичу предложили написать о Белинском он с удовольствием взялся за эту интересную тему рассчитывая не мимоходом а в серьезной посвященной Белинскому статье высказать самое существенное и искреннее свое мнение об этом дорогом в начале и в заключении столь враждебно относившимся к нему писателе очевидно многое еще не созрело в уме Федора Михайловича многое приходилось обдумывать решать и сомневаться так что статью о Белинском мужу пришлось переделывать раз пять и в результате он остался ею недовольным в письме к Майкову от 15 сентября 1867 года Федор Михайлович писал биография и письма страница 178 примечания Достоевской дело в том что кончил вот эту проклятую статью знакомство мое с Белинским возможности не было отлагать и мешкать а между тем я ведь и летом ее писал но до того она меня измучила и до того трудно ее было писать что я дотянул до сего времени и наконец-то со скрежетом зубовным кончил штука была в том что я сдуру взялся за такую статью только что притронулся писать и сейчас увидал что возможности нет написать цензурно потому что я хотел писать все 10 листов романа было бы легче написать чем эти два листа из всего этого вышло что эту растреклятую статью я написал если все считать в сложности раз пять и потом все перекрещивал и из написанного опять переделывал наконец кое-как выявил статью но до того дрянная что из души воротит сколько драгоценнейших фактов я принужден был выкинуть как и следовало ожидать осталось все самое дрянное и золотосрединное мерзость смотри письма том 2 36 38 страница статья эта имела плачевную судьбу Федор Михайлович просил написать ее для сборника писатель Бабиков и уплатил в виде задатка 200 рублей статья должна была быть написана к осени и послана в Москву в гостиницу Рим опасаясь что Бабиков мог переехать на другую квартиру Федор Михайлович просил Майкова оказать ему услугу именно переслать рукопись московскому книгопродавцу Соловьеву для вручения ее Бабикову Майков поступил по указанию мужа о чем и сообщил нам письмо Майкова от 3 ноября 1867 года примечание Достоевской письмо Майкова от 3 ноября 1867 года напечатано в книге Достоевский том 2 342 и 343 страниц в примечаниях к письмам Достоевского Анна Григорьевна называет не книгопродавца Соловьева а Базунова Федор Михайлович Достоевский письма Жене Москва Ленинград 1926 год страница 314 Живя за границей мы ничего не знали о том появилась ли статья в печати или нет только только в 1872 году Федор Михайлович получил от какого-то книгопродавца просьбу доставить ему заказанную Бабиковым статью причем тот сообщал что издание сборника не состоялось а Бабиков умер вероятно неточность так как Бабиков умер в 1873 году статья вообще до Бабикова не дошла это подтверждается его письмом к Достоевскому от 31 декабря 1867 года из которого ясно что в течение всего истекшего года Бабиков тщетно надеялся получить обещанную статью смотри Бурсов Достоевский неизвестный литературная газета 1970 год 16 сентября Ланский утраченные письма Достоевского вопросы литературы 1971 год номер 11 страница 201 муж очень обеспокоился потерей статьи тем более что положил на нее много труда и хоть и был ею недоволен но дорожил ею мы стали доискиваться куда статья могла затеряться просили содействия у московского книг продавца но результат поисков был печальный статья бесследно исчезла лично я об этом жалею так как судя по моему тогдашнему впечатлению и по заметкам в моей стенографической тетради это была талантливая и очень интересная статья точно нельзя сказать каков был замысел статьи Достоевского оберинском можно лишь предположить что эта работа частично воплотилась в дневнике писателя 1873 года в очерке «Старые люди» смотри Достоевский 1926-30 годы том 11 Майков который читал статью пришел к убеждению что она не может быть опубликована статья вот какое впечатление производит писал он Достоевскому автор взялся рассказывать все да как стал писать и увидел что рассказывать нельзя нет это только в посмертных мемуарах можно письма том 2 390 глава 3 в конце июня мы получили деньги из редакции русского вестника и тотчас же собрались ехать я с искренним сожалением покидала Дрезден где мне так хорошо и счастливо жилось и смутно предчувствовала что при новых обстоятельствах многое изменится в наших настроениях мои предчувствия оправдались вспоминая проведенные в Баден-Бадене 5 недель и перечитывая записанное в стенографическом дневнике я прихожу к убеждению что это было что-то кошмарное вполне захватившее в свою власть моего мужа и не выпускавшее его из своих тяжелых цепей все рассуждения Федора Михайловича по поводу возможности выиграть на рулетке при его методе игры были совершенно правильны и удача могла быть полная но при условии если бы этот метод применял какой-нибудь хладнокровный англичанин или немец а не такой нервный увлекающийся и доходящий во всем до самых последних пределов человек каким был мой муж но кроме хладнокровия и выдержки игрок на рулетке должен обладать замечательными средствами чтобы иметь возможность выдержать неблагоприятные шансы игры и в этом отношении у Федора Михайловича был пробел у нас было сравнительно говоря немного денег и полная невозможность в случае неудачи откуда-либо их получить и вот не прошло недели как Федор Михайлович проиграл все наличные и тут начались волнения по поводу того откуда их достать чтобы продолжать игру пришлось прибегнуть к закладам вещей но и закладывая вещи муж иногда не мог сдержать себя и иногда проигрывал все что только что получил за заложенную вещь иногда ему случалось проиграть чуть не до последнего Талера и вдруг шансы были опять на его стороне и он приносил домой несколько десятков Фридрихсдоров помню раз он принес туго набитый кошелек в котором я насчитала 212 Фридрихсдоров по 20 Талеров каждый значит около 4300 Талеров но эти деньги недолго оставались в наших руках Федор Михайлович не мог утерпеть еще не успокоившись от волнения игры он брал 20 монет и проигрывал возвращался за другими 20 проигрывал их и так в течение 2-3 часов возвращаясь по нескольку раз за деньгами в конце концов проигрывал все опять шли заклады но так как драгоценных вещей у нас было немного то скоро источники эти истощились а между тем долги нарастали и давали себя чувствовать так как приходилось должать квартирной хозяйке вздорной бабе которая видя нас в затруднении не стеснялась быть к нам небрежной и лишать нас разных удобств на которые мы имели права по условию с ней писались письма к моей матери с томлением ожидались присылки денег и они в тот или на следующий день уходили на игру а мы успев лишь немного уплатить из наших неотложных долгов за квартиру за обеды и прочее опять сидели без денег и придумывали что бы такое нам предпринять чтобы получить известную сумму расплатиться с долгами и уже не думая о выигрыше уехать наконец из этого ада скажу про себя что я с большим хладнокровием принимала эти удары судьбы которые мы добровольно себе наносили у меня через некоторое время после наших первоначальных потерь и волнений составилось твердое убеждение что выиграть Федору Михайловичу не удастся то есть что он может быть и выиграет пожалуй и большую сумму но что эта сумма в тот же день и не позже завтрашнего будет проиграна и что никакие мои мольбы убеждения уговаривания не идти на рулетку и не продолжать игры на мужа не подействуют сначала мне представлялось странным как это Федор Михайлович с таким мужеством перенесший в своей жизни столько разнородных страданий заключение в крепости эшафот ссылку смерть любимого брата жены как он не имеет настолько силы воли чтобы сдержать себя остановиться на известной доле проигрыша не рисковать своим последним талером мне оказалось это даже некоторым унижением недостойным его возвышенного характера и мне было больно и обидно признать эту слабость в моем дорогом муже но скоро я поняла что это не простая слабость воли а всепоглощающая человека страсть нечто стихийное против чего даже твердый характер бороться не может с этим надо было примириться смотреть на увлечение игрой как на болезнь против которой не имеется средств единственный способ борьбы это бегство бежать же из Бадена мы не могли до получения значительной суммы из России должна отдать себе справедливость я никогда не упрекала мужа за проигрыш никогда не ссорилась с ним по этому поводу муж очень ценил это свойство моего характера и без ропота отдавала ему наши последние деньги зная что мои вещи не выкупленные в срок наверное пропадут что и случилось и испытывая неприятности от хозяйки и мелких кредиторов биография и письма письмо к Майкову страница 173 примечание Достоевской в игорных местах заклады принимаются не на месяцы а недели или дни не внесшие в срок теряют вещь так как в расписке сказано что она продана примечание Достоевской письмо Достоевского к Майкову от 28 16 августа 1867 года письма том 2 страница 29 30 но мне было до глубины души больно видеть как страдал сам Федор Михайлович он возвращался с рулетки меня с собой он никогда не брал находя что молодой порядочной женщине не место в игорном зале бледный изможденный едва держась на ногах просил у меня денег он все деньги отдавал мне уходил и через полчаса возвращался еще более расстроенный за деньгами и это до тех пор пока не проиграет все что у нас имеется когда идти на рулетку было не с чем и не откуда было достать денег Федор Михайлович бывал так удручен что начинал рыдать становился предо мною на колени умолял меня простить его за то что мучает меня своими поступками приходил в крайнее отчаяние и мне стоило многих устилий убеждений уговоров чтобы успокоить его представить наше положение не столь безнадежным придумать исход обратить его внимание и мысли на что-либо иное и как я была довольна и счастлива когда мне удавалось это сделать и я уводила его в читальню просматривать газеты или предпринимала продолжительную прогулку что действовало на мужа всегда благотворно много десятков верст и сходили мы с мужем по окрестностям Бадена в долгие промежутки между получениями денег тогда у него восстанавливалось его доброе благодушное настроение и мы целыми часами беседовали о самых разнообразных предметах любимейшая прогулка наша была в новый замок а оттуда по прелестным лесистым тропинкам в старый замок где мы непременно пили молоко или кофе ходили и в дальний замок Эренбрейтштейн верст 8 от Бадена и там обедали и возвращались уже при закате солнца прогулки наши были хороши а разговоры так занимательны что я несмотря на отсутствие денег и неприятности с хозяйкой готова была мечтать чтобы из Петербурга подольше не высылали денег но приходили деньги и наша столь милая жизнь обращалась в какой-то кошмар знакомых в Бадене у нас совсем не было как-то раз в парке мы встретили писателя Гончарова с которым муж и познакомил меня видом своим он мне напомнил петербургских чиновников разговор его тоже показался мне заурядным так что я была несколько разочарована новым знакомством и даже не хотела верить тому что это автор обломова романа которым я восхищалась Достоевские встретили Гончарова 2-го 14-го июля 1867-го года мнение Анны Григорьевны о Гончарове видимо сложилось под влиянием неблагоприятных отзывов Достоевского о личности весьма уважаемого им впрочем писателя с душою чиновника без идей и с глазами вареной рыбы которого Бог будто насмех одарил блестящим талантом письмо к Врангелю от 9-го ноября 1856-го года письма том 1 199-я страница был Федор Михайлович и у проживавшего в то время в Баден-Бадене Тургенева вернулся от него муж мой очень раздраженный и подробно рассказывал свою беседу с ним изложение беседы смотри в дневнике Достоевской страницы 198-199 а также в письме Достоевского к Майкову от 28-го 16-го августа 1867-го года письма том 2 страница 30-я 32-я это ссора писателей происшедшая 10-го июля 28-го июня 1867-го года стало предметом литературной сплетни смотри Гаршин воспоминания о Тургеневе исторический вестник 1883-й год номер 11-й и уточнение этих воспоминаний в статье Бартенева в журнале русский архив 1884-й год номер 3-й подробнее об этой ссоре смотри также примечание Долинина к письму Достоевского Майкову от 28-го 16-го августа 1867-го года письма том 2 страница 384-я 387-я в Баден-Бадене произошло знаменитое идеологическое столкновение Достоевского с Тургеневым закончившееся полным разрывом отношений разрыв в некоторой степени был подготовлен в 40-х годах когда Тургенев выступил в роли одного из самых язвительных обидчиков Достоевского между тем первое знакомство середина ноября 1845-го года на обоих писателей произвело самое отрадное впечатление о чем Достоевский пишет своему брату 16-го ноября 1845-го но этот период взаиморасположения был очень коротким расхождение Достоевского с кругом писателей современника сказалось и на отношении к Тургеневу вскоре же явственно обнаружилось психологическое несовпадение их натур темпераментов во всех смыслах и в творческом и просто человеческом Достоевский возненавидел меня уже тогда когда мы оба были молоды и начинали свою литературную карьеру вспоминает Тургенев хотя я ничем не заслужил этой ненависти но беспричинные страсти говорят самые сильные и продолжительные Тургенев письма том 10 страница 39 писатель очень точно пожалуй квалифицировал характер распри длившийся почти всю жизнь как беспричинную страсть главным образом со стороны Достоевского но на это психологическое и эмоциональное неприятие друг друга накладывались бесспорно идейные расхождения обострившиеся с появлением дыма Тургенева в 1867 году однако в сложной истории взаимоотношений Тургенева и Достоевского существовал период относительного сближения творческого сотрудничества это 1860 65 годы когда появляются отцы и дети публикуются в эпохе Тургеневские призраки в это время между Тургеневым и Достоевским ведется оживленная переписка по словам Тургенева именно Достоевский как никто понял Базарова вы до того полно и тонко схватили то что я хотел выразить Базаровым что я только руки расставлял от изумления и удовольствие Тургенев письма том 4 358 страница Дым Тургенева навсегда развел писателей Достоевский почвенник воспринял роман как явную западническую клевету на Россию Дым по его словам подлежал сожжению от руки палача Тургенев письма том 9 85 страница Гнев Достоевского обрушился и на публицистические выступления крайнего западника Потугина тенденциозно отожествленные оппонентом с авторской позиции страстный протест Достоевского вызвали развиваемые Тургеневским героем мысли о необходимости для России встать на путь европейской цивилизации острая критика не только пансловизма но и некоторых взглядов Герцена близких к славянофильским неправомерность такого рода пристрастной критике романа была отмечена современниками Тургенева например Никитенко дневник том 3 Москва 1956 год страница 83 создавая свой роман бесы Достоевский литературные и идеологические споры перенес непосредственно в художественную сферу Кармазинов злая карикатура на Тургеневы автора призраков довольно казни Тропмана содержащая также опасный намек на очевидные симпатии писателя книгилистам и заговорщикам Достоевский Аристофановский выводит меня в бесах писал Тургенев Достоевский позволил себе нечто худшее чем пародию призраков в тех же бесах он представил меня под именем Кармазинова тайно сочувствующим Нечаевской партии Тургенев письма том 10 49 и 39 страницы Тургенев не принял шедевра Достоевского преступления и наказания гротескно сравнивая впечатления производимые на него романом с продолжительной холерной коликой он также весьма резко отозвался о подростке Достоевского назвав его хаосом никому не нужным невнятным бормотанием в этих пристрастных желчных и несправедливых оценках сказалось не только полемическое раздражение писателя но и принципиальное несогласие с творческим методом Достоевского парадоксальными порой с точки зрения Тургенева крайностями его психологизма Тургенев во многом субъективно в соответствии со своим уравновешенным психическим складом воспринимал трагический мир героев Достоевского как своего рода болезненную апологию страдания для Тургенева художника Достоевский жестокий талант Толстой приводит в своих мемуарах характерное суждение Тургенева о психологизме Достоевского насколько я помню он так говорил про него вспоминал Сергей Львович Толстой знаете что такое обратное общее место когда человек влюблен у него бьется сердце когда он сердится он краснеет и так далее это все общие места а у Достоевского все делается наоборот например человек встретил Льва что он сделает он естественно побледнеет и постарается убежать или скрыться во всяком простом рассказе у Жюля Верна например так и будет сказано а Достоевский скажет наоборот человек покраснел и остался на месте это будет обратное общее место а затем у Достоевского через каждые две страницы его герои в бреду в выступлении в лихорадке ведь этого не бывает Тургенев в воспоминаниях современников том 2 Москва 1969 год страница 377 пушкин пушкинские торжества 80-х годов явились новым поводом для идейных столкновений в своей оценке поэта Тургенев и Достоевский вновь оказались на разных идейных полюсах почвенческие русофильские тенденции в истолковании Достоевского вызвали протест Тургенева но и речь Тургенева была воспринята Достоевским как тенденциозное заигрывание с демократической молодежью однако несмотря на глубокие принципиальные расхождения между Тургеневым и Достоевским смотри отзывы Достоевского о Тургеневе в запятных тетрадях литературное наследство том 83 их объединяла искренняя большая любовь к русской литературе этим объяснялось и неизменное взаимное признание таланта друг друга даже в период обострения вражды смотри письмо Тургенева Достоевскому от 29 марта 9 апреля 1877 года среди выдающихся представителей русской словесности вы конечно стоите на первом плане писал Достоевскому Тургенев Тургенев письма том 12 129 страница для Достоевского Тургенев несомненный бесспорный талант в своей речи о Пушкине он назвал типы тургеневских женщин подобные Лизе Калитиной созданиями высокой поэзии известно что Тургенев выразил желание написать не кролог а столь значительной личности как Достоевский к сожалению замысел этот не осуществился об отношениях Тургенева и Достоевского смотри их переписку под редакции Зильберштейна Ленинград 1928 год монографию Никольского Тургенев и Достоевский история одной вражды София 1921 год статьи Долинина Тургенев в бесах Достоевский том 2 и Будановой проблема отцов и детей в романе Бесы материалы том 1 164 188 страница Глава 4 1867 год Женева С выездом из Баден-Бадена закончился бурный период нашей заграничной жизни Выручила нас по обыкновению наш добрый гений редакция русского вестника Но за время безденежья у нас накопилось много долгов и закладов и почти все полученные деньги пошли на уплату их Обиднее всего для меня было то, что не удалось выкупить драгоценный для меня свадебный подарок мужа брошь и серьги с бриллиантами и рубинами и они безвозвратно пропали Вначале мы мечтали с мужем поехать из Бадена в Париж или пробраться в Италию но рассчитав имевшиеся средства положили основаться на время в Женеве рассчитывая когда поправится обстоятельство переселиться на юг По дороге в Женеву мы остановились на сутки в Базеле целью в тамошнем музее посмотреть картину о которой муж от кого-то слышал Эта картина принадлежавшая кисти Ганса Гольбейна изображает Иисуса Христа вынесшего нечеловеческие истязания уже снятого со креста и предавшегося тлению спухшее лицо его покрыто кровавыми ранами и вид его ужасен картина произвела на Федора Михайловича подавляющее впечатление и он остановился перед нею как бы пораженный впечатление от этой картины отразилось в романе Идиот примечание Достоевской СМОТОЕВСКИЙ 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 чтобы еще раз зайти посмотреть столь поразившую его картину МОТОЕВСКИЙ СМОТОЕВСКИЙ СМОТОЕВСКИЙ ВЕРАМОЖЕТ ПРОПАСТЬ КРОФСМЕН СЕМИНАРИ 59-я страница Приехав в Женеву мы в тот же день отправились отыскивать себе меблированную комнату Мы обошли все главные улицы пересмотрели много меблированных комнат без всякого благоприятного результата Комнаты были или не по нашим средствам или слишком людны а это в моем положении было неудобно Только под вечер нам удалось найти квартиру вполне для нас подходящую Она находилась на углу улицы Вильгельма Телле и улицы Бертелье Во втором этаже была довольно просторна и из среднего ее окна были видны мост через Рону и островок Жан-Жак Руссо Понравились нам и хозяйки квартиры две очень старые девицы мадемуазель Раймондин Обе они так приветливо нас встретили так обласкали меня что мы не колеблись решились у них поселиться Начали мы нашу женевскую жизнь с крошечными средствами По уплате хозяйкам за месяц вперед на четвертый день нашего приезда у нас оказалось всего 18 франков да имели ввиду получить 50 рублей Биография и письма Достоевского страница 176 примечание Достоевской Достоевская ссылается на письмо Достоевского к Майкову от 16 28 августа 1867 года смотри письма том 2 34 страница О пребывании в Женеве Достоевская подробно пишет в своем женевском дневнике смотри расшифрованный дневник Достоевской литературное наследство том 86 страница 155 290 но мы уже привыкли обходиться маленькими суммами а когда они иссякли жить на заклады наших вещей так что жизнь особенно после наших недавних треволнений показалась нам вначале очень приятной и здесь как и в Дрездене в расположении нашего дня установился порядок Федор Михайлович работая по ночам вставал не раньше 11 позавтракав с ним я уходила гулять что мне было предписано доктором а Федор Михайлович работал в 3 часа отправлялись в ресторан обедать после чего я шла отдыхать а муж проводив меня до дому заходил в кафе на улице Монблан где получались русские газеты и часа два проводил за чтением голоса московских и петербургских ведомостей прочитывал и иностранные газеты вечером около стеми мы шли на продолжительную прогулку причем чтобы мне не приходилось уставать мы часто останавливались у ярко освещенных витрин роскошных магазинов и Федор Михайлович намечал те драгоценности которые он подарил бы мне если бы был богат надо отдать справедливость мой муж обладал художественным вкусом и намечаемые им драгоценности были восхитительны вечер проходил или в диктовке нового произведения или в чтении французских книг и муж мой следил чтобы я систематически читала и изучала произведения одного какого-либо автора не отвлекая своего внимания на произведения других писателей Федор Михайлович высоко ставил таланты Бальзака и Жорж Санда и я постепенно перечитала все их романы в творчестве Бальзака Достоевского привлекали антибуржуазные направленности его полотен глубина психологического анализа сочувствия к униженным и оскорбленным первым литературным произведением Достоевского был перевод Евгении Гранде Бальзак в последнем своем создании в Пушкинской речи Достоевский вспоминает одного из главных героев отца Горио Растиньяка смотри вариант Пушкинской речи в книге Достоевский том 2 который пытается разрешить ту же проблему что и Раскольников право сверхчеловека переступить через преступления для осуществления своего высокого предназначения о близких родственных чертах в творчестве Бальзака и Достоевского смотри статьи Гроссмана Бальзак и Достоевский в книге Гроссман собрание сочинений том 2 выпуск 2 Москва 1928 год Лапшина братья Карамазовы Достоевского и Красный кабачок Бальзака Воля России Прага 1927 год номер 2 Гроссмана Бальзак в переводе Достоевского в книге Бальзак Евгения Гранде перевод Достоевского Москва Ленинград 1935 год Жорж Сант оказала большое влияние на мир созерцания молодого Достоевского известно что Достоевский летом 1844 года переводил одно из повестей Жорж Сант в июньском номере дневника писателя за 1876 год в некрологе посвященном Жорж Сант Достоевский писал Жорж Сант заняла у нас сряду чуть не самое первое место в ряду целой плеяды новых писателей тогда вдруг прославившихся и прогремевших по всей Европе Жорж Сант немыслитель но это одна из самых ясновидящих предчувственниц более счастливого будущего ожидающего человечества в достижение идеалов которого она бодро и великодушно верила всю жизнь Достоевский 1926 1930 годы том 11 311 страница и 314 315 страница Тимофеева Федор Федор Михайлович забывавший случившееся в недавнее время ярко помнил фабулу и имена героев романов этих двух любимых им авторов запомнила что муж особенно ценил роман отец Горио первую часть эпопеи бедные родственники ошибка первой частью эпопеи бедные родственники является роман кузина бедни сам же Федор Михайлович зимою 1867 68 года перечитывал знаменитый роман Виктора Гюго униженные и оскорбленные Достоевская называет ошибочно роман отверженный Гюго обычным переводным заглавием униженных и оскорбленных Достоевского мемуаристы неоднократно указывали на восторженное отношение Достоевского к роману отверженные смотри например воспоминания Тимофеевой Поченковской и Страхова в книге Достоевские в воспоминаниях том 1 и 300 страница и том 2 178 179 страницы а также в настоящем издании часть 7 смотри также Фридлендер Достоевский и мировая литература Москва 1979 год страница 141 157 Знакомых в Женеве у нас не было почти никаких Федор Михайлович всегда был очень туг на заключении новых знакомств из прежних же он встретил в Женеве одного Огарева известного поэта друга Герцена у которого они когда-то и познакомились Огарев часто заходил к нам приносил книги и газеты и даже сужал нас иногда десятью франками которые мы при первых же деньгах возвращали ему Федор Михайлович ценил многие стихотворения этого задушевного поэта и мы оба были всегда рады его посещению как свидетельствует Тимофеева Поченковская любимыми стихами Достоевского был рефрен из поэмы Огарева тюрьма написанный в 1857 58 годах я в старой Библии гадал и только жаждал и мечтал чтоб вышла мне по воле рока и жизнь и скорбь и смерть пророка смотри Достоевские воспоминаниях 102 174 страница Огарев тогда уже глубокий старик особенно подружился со мной был очень приветлив и к моему удивлению обращался со мной почти как с девочкою какую я впрочем тогда и была к нашему большому сожалению месяца через три посещения этого доброго и хорошего человека прекратились с ним случилось несчастье возвращаясь к себе на виллу загород Огарев в припадке падучей болезни упал в придорожную канаву и при падении сломал ногу так как это случилось в сумерке а дорога была пустынная то бедный Огарев пролежав в канаве до утра жестоко простудился друзья его увезли лечиться в Италию и мы таким образом потеряли единственного в Женеве знакомого с которым было приятно встречаться и беседовать в начале сентября 1867 года в Женеве состоялся конгресс мира на открытие которого приехал Джузепко Гарибальди первый конгресс Лиги мира и свободы проходил в Женеве с 9 по 12 сентября 1867 года приезду его придавали большое значение и город приготовил ему блестящий прием мы с мужем тоже пошли на улицу Монблан по которой он должен был проезжать с железной дороги дома были пышно убраны зеленью и флагами и масса народу толпилась на его пути Гарибальди в своем оригинальном костюме ехал в коляске стоя и размахивал шапочкой в ответ на восторженные приветствия публики нам удалось увидеть Гарибальди очень близко и мой муж нашел что у итальянского героя чрезвычайно симпатичное лицо и добрая улыбка интересуясь конгрессом мира мы пошли на второе его заседание и часа два слушали речи ораторов от этих речей Федор Михайлович вынес тягостные впечатления о котором писал к Ивановой Хмыровой следующее начали с того что для достижения мира на земле нужно истребить христианскую веру большие государства уничтожить и поделать маленькие все капиталы прочь чтобы все было общее по приказу и прочее все это без малейшего доказательства все это заучено еще 20 лет тому назад наизусть да так и осталось и главное огонь и меч и после того как все истребится то тогда по их мнению и будет мир русская старина 1887 год книга седьмая примечания Достоевской не точно цитируемое письмом к Ивановой от 11 октября 1867 года письма том 2 страницы 44 45 было опубликовано впервые в книге седьмой журнала русская старина за 1885 год Достоевские присутствовали на заседании конгресса 11 сентября 1867 года смотри расшифрованный дневник Достоевской литературное наследство том 86 177 страница на этом заседании выступали деятели первого интернационала к сожалению нам в скором времени пришлось раскаяться в выборе Женевы местом постоянного житья осенью начались резкие вихри так называемая биза и погода менялась по 2 по 3 раза на дню эти перемены угнетающе действовали на нервы моего мужа и приступы эпилепсии значительно участились это обстоятельство страшно меня беспокоило а Федора Михайловича удручало главное тем что пора было приниматься за работу частые же приступы болезни сильно этому мешали Федор Михайлович осенью 1867 года был занят разработкой плана и писанием романа идиот который предназначался для первых книжек русского вестника за 1868 год идея романа была старинная и любимая изобразить положительно прекрасного человека но задача эта представлялась Федору Михайловичу безмерную русская старина 1887 год книга седьмая примечание Достоевской не точно письмо к Ивановой от 1 января 1868 года письма потом 2-й 71-я страница отрывок из которого цитируется мемуаристкой было опубликовано впервые в книге седьмой журнала русская старина за 1885 год все это действовало раздражающе на моего мужа на беду к этому у него присоединилась тревожная хотя и вполне неосновательная забота о том как бы я не соскучилась живя с ним вдвоем в полном уединении на необитаемом острове как писал он в письме к Майкову биография и письма страница 180 примечание Достоевской письмо к Майкову от 9 октября 1867 года письма том 2 45 страница как не старалась я его разубедить как не уверяла что я вполне счастлива и ничего мне не надо лишь бы жить с ним и он любил меня но мои уверения мало действовали и он тосковал зачем у него нет денег чтобы переехать в Париж и доставить мне развлечения вроде посещения театра и Лувра там там же страница 181 примечание Достоевской письмо к Майкову от 9 октября 1867 года письма том 2 46 страница плохо знал меня тогда мой муж словом Федор Михайлович сильно захандрил и тогда чтобы отвлечь его от печальных размышлений я подала ему мысль съездить в Саксон Лебайн вновь попытать счастье на рулетке Саксон Лебайн находится часах в пяти езды от Женевы существовавшая там в те времена рулетка давно уже закрыта Федор Михайлович одобрил мою идею и в октябре ноябре 1867 года съездил на несколько дней в Саксон как я и ожидала от его игры на рулетке денежной выгоды не вышло но получился другой благоприятный результат перемены места путешествия и вновь пережитые бурные впечатления коренным образом изменили его настроение письмо ко мне от 17 ноября 1867 года примечание Достоевской смотри письма том 2 страница 54 55 вернувшись в Женеву Федор Михайлович с жаром принялся за прерванную работу и в 23 дня написал около 6 печатных листов 93 страницы для инварской книжки русского вестника написанную частью романа «Идиот» Федор Михайлович был недоволен и говорил что первая часть ему не удалась о своем недовольстве первыми главами романа Достоевский писал Майкову 12 января 1868 года письма том 2 61 и 62 страницы о ходе работы над романом «Идиот» смотри книгу из архива Достоевского «Идиот» неизданные материалы под редакцией Сокулина и Бельчикова Москва Ленинград 1931 год и комментарии Битюговой к академическому изданию «Идиота» Достоевский том 9 337 385 страницы Скажу кстати что муж мой и всегда был чрезмерно строг к самому себе и редко что из его произведений находила у него похвалу идеями своих романов Федор Михайлович иногда восторгался любил и долго их вынашивал в своем уме но воплощением их в своих произведениях почти всегда за очень редкими исключениями был недоволен помню что зимою 1867 года Федор Михайлович очень интересовался подробностями нашумевшего в то время процесса Умецких интересовался до того что героиню процесса Ольгу Умецкую намерен был сделать в первоначальном плане героиней своего нового романа так она и занесена под этой фамилией в его записной книжке жалел он очень что мы не в Петербурге так как непременно отозвался бы своим словом на этот процесс материалы дела о дочери помещика Ольге Умецкой обвиняемой в поджогах и о родителях ее Владимире и Екатерине Умецких обвиняемых в злоупотреблении родительской властью газеты Москва 1867 год номера 136 и 137 от 23 и 24 сентября и голос 1867 номера 260 и 268 от 26 и 28 сентября оказали известное влияние на формирование первоначального замысла романа Идиот Дело Каширских помещиков Умецких раскрывало картину диких издевательств родителей над детьми издевательств вызвавших бунт дочери Умецких 15-летней Ольги четыре раза пытавшейся поджечь родительский дом Ольга Умецкая явилась прототипом одной из героинь будущего романа Миньоны и хотя процесс Умецких в окончательном тексте романа Идиот не нашел отражения но в семейной трагедии Умецких Достоевский почерпнул типические штрихи для разработки интересующей его темы случайного семейства запомнил запомнил запомнило что в зиму 1867 года Федор Михайлович чрезвычайно интересовался деятельностью суда присяжных заседателей незадолго пред тем проведенного в жизнь иногда он даже приходил в восторг и умиление от их справедливых и разумных приговоров и всегда сообщал мне все выдающееся вычетанное им из газет и относящиеся до судебной жизни в результате судебной реформы 1864 года старые сословные суды были заменены судебными учреждениями общими для всех сословий в новых судах в отличие от дореформенных дела слушались при открытых дверях с участием присяжных и адвоката отчеты о судебных заседаниях печатались в газетах интерес Достоевского к по реформенному суду широко отражен в романе «Идиот», а в дальнейшем в дневнике писателя и особенно в братьях Карамазовых смотря об этом в книге Карловой «Достоевский и русский суд» Казань 1975 год время шло и у нас прибавлялись заботы о том благополучно ли совершиться ожидаемые нами важные события в нашей жизни рождение нашего первенца на этом предстоящем событии сосредоточивались главным образом наши мысли и мечты и мы оба уже нежно любили нашего будущего младенца с общего согласия решили если будет дочь назвать Софией назвать Анной как желал муж я отказалась в честь любимой племянницы мужа Софии Александр Ивановой а также в память Сонечки Мармеладовой несчастье которой я так оплакивала если же родиться сын то положили назвать Михаилом в честь любимого брата мужа Михаила Михайловича с чувством живейшей благодарности вспоминаю как чутко и бережно относился Федор Михайлович к моему болезненному состоянию как он меня берег и обо мне заботился на каждом шагу предостерегая от вредных для меня быстрых движений которым я по неопытности не придавала должного значения самая любящая мать не сумела бы так охранять меня как делал это мой дорогой муж приехав в Женеву Федор Михайлович при первой получке денег настоял на визите к лучшему акушеру и просил его рекомендовать акушерку которая взяла бы меня под свое наблюдение и каждую неделю меня навещала за месяц до родов выяснился факт очень меня тронувший и показавший мне до каких мелочей простираются сердечные заботы обо мне моего мужа при одном из посещений мадам Барре акушерка спросила кто из наших знакомых живет на одной с нею улице так как она часто встречает там моего мужа я удивилась но подумала что она ошиблась стала допрашивать мужа он сначала отнекивался но потом рассказал мадам Барре жила на одной из многочисленных улиц поднимающихся в гору от улицы Бассе главной торговой артерии Женевы улицы эти недоступны по своей крутизне для экипажей и очень похожи одна на другую и вот Федор Михайлович предполагая что помощь этой дамы может понадобиться для меня внезапно и возможно что ночью и не надеясь на свою зрительную память положил целью своих прогулок эту улицу и каждый день после читальни проходил мимо дома мадам Барре и пройдя пять-шесть домов далее возвращался обратно и эту прогулку мой муж выполнял в течение последних трех месяцев а между тем это восхождение на крутую гору при его начинавшейся уже астме представляло немалую жертву я упрашивала мужа не затруднять себя этой ходьбой но он продолжал свои прогулки и как потом торжествовал что в трудные минуты наступившего события это знание улицы и дома мадам Барре ему пригодилось и он в полутьме раннего утра быстро ее разыскал и привез ко мне беспокоить о моем положении и желая меня обрадовать Федор Михайлович решил просить мою матушку приехать к нам погостить месяца на три моя мать очень по мне тосковавшая и тревожившаяся охотно согласилась приехать но попросила дать ей время для устройства дел по управлению принадлежащими ей домами что представляло некоторые трудности в половине декабря 1867 года мы в ожидании моего разрешения от бремени переселились на другую квартиру на улицу Монблан рядом около англиканской церкви на этот раз мы взяли две комнаты из них одну очень большую в четыре окна с видом на церковь квартира была лучше первой но о добрых старушках прежних хозяйках нам пришлось много раз пожалеть новые хозяева постоянно отсутствовали и дома оставалась одна служанка уроженка немецкой швейцарии мало понимавшая по-французски и не способная ни в чем мне помочь поэтому Федор Михайлович решил взять сиделку для ухода за ребенком и за мной во время болезни в непрерывной общей работе по написанию романа и в других заботах быстро прошла для нас зима и наступил февраль 1868 года когда и произошло столь желанное и тревожившее нас событие в начале года погода в Женеве стояла прекрасная но с половины февраля вдруг наступил перелом и начались ежедневные бури внезапная перемена погоды по обыкновению раздражающе повлияла на нервы Федора Михайловича и с ним в короткий промежуток времени случились два приступа эпилепсии второй очень сильный поразил его в ночь на 20 февраля и он до того потерял силы что встав утром едва держался на ногах день прошел для него смутно и видя что он так ослабел я уговорила лечь пораньше спать и он заснул в 7 часов не прошло часа после его отхода ко сну как я почувствовала боль сначала небольшую но которая с каждым часом усиливалась так как боли были характерные то я поняла что наступают роды я выносила боли часа три но под конец стала бояться что останусь без помощи и как не жаль мне было тревожить моего больного мужа но решила его разбудить и вот я тихонько дотронулась до его плеча Федор Михайлович быстро поднял с подушки голову и спросил что с тобой Анечка кажется началось я очень страдаю ответила я как мне тебя жалко дорогая моя самым жалостливым голосом проговорил мой муж и вдруг голова его склонилась на подушку и он мгновенно уснул меня страшно растрогала его искренняя нежность а вместе и полнейшая беспомощность я поняла что Федор Михайлович находится в таком состоянии что пойти за акушеркой не может и что не давший ему подкрепить свои расшатанные нервы продолжительным сном можно было вызвать новый припадок хозяев по обыкновению не было дома они каждую ночь до утра проводили в каком-то собрании а обращаться к служанке было напрасно к счастью боли несколько стихли и я решилась терпеть сколько могу но какую ужасную ночь я тогда провела страшно шумели деревья окружавшие церковь ветер и дождь стучали в окна на улице была глубокая темнота не скрою меня угнетало сознание полного одиночества и беспомощности как мне было горько что в такие тяжелые часы моей жизни не было около меня никого из близких родных а единственный мой защитник покровитель муж сам находится в беспомощном состоянии я стала горячо молиться и молитва поддержала мои падавшие силы к утру боли усилились и около семи часов я решилась разбудить Федора Михайловича проснулся он значительно окрепший узнав что я промучилась всю ночь он страшно испугался упрекнул меня зачем не разбудила его раньше мигом оделся и побежал к мадам баре там он едва дозвонился но служанка не хотела будить барыню сказав что она только недавно вернулась из гостей тогда Федор Михайлович пригрозил что будет продолжать звонить или выбьет стекла барыню разбудили и через час муж привез ее мне пришлось выслушать от нее выговор за многое что я по незнанию сделала и она меня уверила что моя неосторожность замедлит ход родов уверила и в том что они последуют не раньше как через семь восемь часов и обещала приехать к тому времени Федор Михайлович съездил за сиделкой и мы с ним в большом страхе и унынии стали ожидать дальнейшего в обещанный час мадам баре не приехала и муж вновь пошел за нею оказалось что она уехала обедать к друзьям где-то около вокзала Федор Михайлович отправился по данному адресу и настоял чтобы она пришла посмотреть в каком я положении по ее мнению дело плохо двигалось и разрешение можно было ожидать только поздно вечером дав мне некоторые советы она ушла обедать я продолжала страдать а Федор Михайлович мучился на меня глядя дальше девяти часов он не мог вынести отправился за мадам баре к ее друзьям застал ее за семейным лото и объявил что я слишком страдаю что если она не пойдет и не будет неотлучно находиться у моей постели то он попросит врача указать другую акушерку более внимательно относящуюся к своим обязанностям угроза подействовала мадам баре была видимо недовольна что ее оторвали от интересной игры и высказывала это мне прибавляя несколько раз ой эти русские эти русские чтобы ее утешить Федор Михайлович устроил для нее отличный ужин накупив самых разнообразных закусок сластей и вин я была очень довольна что поездки за акушеркой беготня по магазинам и устройство угощения хоть на некоторое время отвлекли его мучительное внимание к моему положению помимо обычных при акте разрешения страданий я мучилась и тем как вид этих страданий действовал на расстроенного недавними припадками Федора Михайловича в лице его выражалось такое мучение такое отчаяние по временам я видела что он рыдает и я сама стала страшиться не нахожусь ли я на пороге смерти и вспоминая мои тогдашние мысли и чувства скажу что жалела не столько себя сколько бедного моего мужа для которого смерть моя могла бы оказаться катастрофой я осознавала тогда как много самых пламенных надежд и упований соединял мой дорогой муж на мне и нашем будущем ребенке внезапное крушение этих надежд при стремительности и безудержности характера Федора Михайловича могло стать для него гибелью возможно что мое беспокойство о муже и волнение замедляли ход родов это нашла и мадам Барре и под конец запретила мужу входить в мою комнату уверяя его что его отчаянный вид меня расстраивает Федор Михайлович повиновался но я еще пуще забеспокоилась и в промежутках страданий просила то акушерку то сиделку посмотреть что делает мой муж они сообщали мне что он стоит на коленях и молится то что он сидит в глубокой задумчивости закрыв руками лицо страдания мои с каждым часом увеличивались я по временам теряла сознание и приходя в себя и видя устремленные на меня черные глаза незнакомые для меня сиделки пугалась и не понимала где я нахожусь и что со мною происходит наконец около пяти часов ночи на 22 февраля нашего стиля муки мои прекратились и родилась наша Соня Федор Михайлович рассказывал мне потом что все время молился обо мне и вдруг среди моих стонов ему послышался какой-то странный точно детский крик он не поверил своему слуху но когда детский крик повторился то он понял что родился ребенок и вне себя от радости вскочил с колен подбежал к запертой на крючок двери силою толкнул ее и бросившись на колени около моей постели стал целовать мои руки я тоже была страшно счастлива что прекратились мои страдания мы оба были так потрясены что в первые пять десять минут не знали кто у нас родился мы слышали что кто-то из присутствующих дам сказал мальчик не правда ли а другая ответила девочка очаровательная девочка но нам с мужем было одинаково радостно кто бы не родился до того мы оба были счастливы что исполнилась наша мечта появилась на свет божий новое существо наш первенец между тем мадам баре обредила ребенка поздравила нас с рождением дочери и поднесла ее нам в виде большого белого пакета федор михайлович благоговейно перекрестил соню поцеловал сморщенный ричико и сказал аня погляди какая она у нас хорошенькая я тоже перекрестила и поцеловала девочку и порадовалась на моего дорогого мужа видя на его восторженном и умиленном лице такую полноту счастья какой доселе не приходилось видеть федор михайлович в порыве радости обнял мадам баре а сиделки несколько раз крепко пожал акушерка сказала мне что за всю свою многолетнюю практику ей не приходилось видеть отца новорожденного в таком волнении и расстройстве в каком был все время мой муж и опять повторила ох эти русские эти русские сиделку она послала зачем-то в аптеку а федор михайлович посадилась тереть меня чтобы я не заснула в романе бесы в сцене родов жены шатова федор михайлович описал многие свои ощущения при рождении нашей первой дочери примечания достоевской мадам баре сообщила федору михайловичу что по швейцарским законам отец родившегося ребенка обязан лично заявить об этом в полицию и получить законное свидетельство предупредила что он должен сделать это возможно скорее ибо иначе может подвергнуться штрафу и чуть ли не аресту федор михайлович отправился в указанное учреждение на другой же день и пропал часа на четыре чем меня чрезвычайно испугал благодаря болезненному состоянию мне представились разные ужасы с ним случившиеся наконец федор михайлович вернулся и весело рассказал приключившийся с ним казус оказывается что явившись в полицию он узнал что отец новорожденного обязан привести с собой двух свидетелей могущих удостоверить как личность родителей так и совершившиеся события федор федор михайлович с... не рано не ранее а это произойдет через полтора часа когда же федор михайлович спросил где бы взять второго свидетеля сержант предложил своего товарища Дело устраивалось, но приходилось ждать, и Федор Михайлович, по совету сержанта, пошел посидеть на скамейке бульвара, с ужасом помышляя о том, как долго он не сможет воротиться домой. В назначенное время сержант сменился, отправился за вторым свидетелем и привел другого сержанта, и все трое, муж мой и два сержанта, явились к заведующему приемом заявлений чиновнику. Пока записывали показания отца новорожденной и свидетелей, пока проводили заявления по книгам, пока написали свидетельства, прошло довольно много времени. Тут должна быть приложена интересная копия с выданного документа, примечания Достоевской. Покончив дело, Федор Михайлович спросил своего благодетеля-сержанта, сколько он ему и его товарищу должен за потерянное время. Тот отвечал, ничего, господин, ничего. Тогда муж мой придумал пригласить обоих сержантов в кафе выпить вина за здоровье новорожденной. На это сержанты с удовольствием согласились и повели Федора Михайловича в близлежащий ресторан, где в отдельной комнате Федор Михайлович и велел подать три бутылки местного красного вина. Оно развязало язык опирующих, и сержанты принялись рассказывать своему собеседнику разные случаи из своей служебной деятельности. Федор Михайлович говорил, что сидел как на иголках, думая, как я буду беспокоиться о его долгом отсутствии. Оставить же своих собеседников ему было неудобно, тем более, что за первыми бутылками последовали еще две, и сержанты, развеселившись, предлагали тосты и за мое здоровье, и за малышку Софи, и за виновника появления ее на свет. Отцом крестным нашей Соне Федор Михайлович просил быть своего друга поэта Майкова, а матерью крестную Анну Николаевну Сниткину, мою мать. Она была намерена приехать к родинам, но захворала, и доктор не позволил ей до весны пуститься в такой продолжительный путь. Моя мать приехала в Женеву в начале мая, когда и совершены были крестины Сони. Хотя я и довольно скоро оправилась после болезни, но вследствие трудных, продолжавшихся 33 часа родов, я страшно обессилела, и хотя с радостью принялась кормить девочку, но вскоре убедилась, что без прикармливания молоком не обойдешься, так как ребенок был большой и здоровый, и требовал много пищи. Взять к Соне кормилицу было невозможно. В Швейцарии обычно выкармливают детей искусственным образом, коровьим молоком на бутылке и питательных порошках. Иные же матери отсылали своих новорожденных верст за 60 в горы на грудь крестьянкам. Расстаться с Соней и отдать ее в чужие руки было немыслимо, да и доктора не советовали, так как за отсутствием присмотра крестьянки брали несколько младенцев, и многие из них умирали. Когда в нашем доме устроился известный порядок, началась жизнь, о которой у меня навеки остались самые отрадные воспоминания. К моему большому счастью, Федор Михайлович оказался нежнейшим отцом. Он непременно присутствовал при купании девочки и помогал мне, сам завертывал ее в пикейное одеяльце и зашпиливал его английскими булавками, носил и укачивал ее на руках и, бросая свои занятия, спешил к ней, чуть только заслышит ее голосок. Первым вопросом при его пробуждении или по возвращении домой было, что Соня здорова, хорошо ли спала, кушала. Федор Михайлович целыми часами просиживал у ее постельки, то напевая ей песенки, то разговаривая с нею, причем, когда ей пошел третий месяц, он был уверен, что Сонечка узнает его. И вот что он писал Майкову от 18 мая 1868 года. Это маленькое, трехмесячное создание, такое бедное, такое крошечное, для меня было уже лицо и характер. Она начинала меня знать, любить и улыбалась, когда я подходил. Когда я своим смешным голосом пел ей песни, она любила их слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я ее целовал. Она останавливалась плакать, когда я подходил. Письма Том 2, 117 страница Но недолго дано было нам наслаждаться нашим безоблачным счастьем. В первых числах мая стояла дивная погода, и мы, по настоятельному совету доктора, каждый день вывозили нашу дорогую крошку в Жардин де Англес, где она и спала в своей колясочке 2-3 часа. В один несчастный день, во время такой прогулки, погода внезапно изменилась, началась биза, и, очевидно, девочка простудилась, потому что в ту же ночь у нее повысилась температура и появился кашель. Мы тотчас же обратились к лучшему детскому врачу, и он посещал нас каждый день, уверяя, что девочка наша поправится. Даже за 3 часа до ее смерти говорил, что больной значительно лучше. Несмотря на его уверение, Федор Михайлович не мог ничем заниматься и почти не отходил от ее колыбели. Оба мы были в страшной тревоге, и наши мрачные предчувствия оправдались. Днем 12 мая нашего стиля наша дорогая Соня скончалась. Я не в силах изобразить того отчаяния, которое овладело нами, когда мы увидели мертвую нашу милую дочь. Глубоко потрясенная и опечаленная ее кончиною, я страшно боялась за моего несчастного мужа. Отчаяние его было бурное. Он рыдал и плакал, как женщина, стоя пред остывшим телом своей любимицы, и покрывал ее бледной личикой и ручки горячими поцелуями. Такого бурного отчаяния я никогда более не видала. Обоим нам казалось, что мы не вынесем нашего горя. Два дня мы вместе, не разлучаясь ни на минуту, ходили по разным учреждениям, чтобы получить дозволение похоронить нашу крошку. Вместе заказывали все необходимое для ее погребения. Вместе наряжали в белое атласное платьице. Вместе укладывали в белый, обитый атласом гробик. И плакали, безудержно плакали. На Федора Михайловича было страшно смотреть. До того он осунулся и похудел за неделю болезни Сони. На третий день мы свезли наше сокровище для отпевания в русскую церковь, а оттуда на кладбище в Плейн-Пале, где и схоронили в отделе, отведенном для погребения младенцев. Через несколько дней могила ее была обстажена кипарисами, а среди них был поставлен белый мраморный крест. Каждый день ходили мы с мужем на ее могилку, носили цветы и плакали. Слишком уж тяжело было нам расстаться с нашою бесценную малюткую. Так искренне и глубоко успели мы ее полюбить, и так много мечтаний и надежд соединялось у нас с ее существованием. Глава пятая. Оставаться в Женеве, где все напоминало нам Соню, было немыслимо. И мы решили немедленно исполнить наше давнишнее намерение и переехать в ВВ, на том же Женевском озере. Жалели мы очень о том, что по недостатку средств не могли совсем уехать из Швейцарии, которое стало для моего мужа почти ненавистно. Он винил в смерти Сонечки и дурной изменчивый климат Женевы, и самонадеянность доктора, и неумелость няньки и прочее. Самих швейцарцев Федор Михайлович и всегда недолюбливал, но черствость и бессердечие, выказанное многими из них в минуты нашего тяжкого горя, еще увеличили эту неприязнь. Как пример бессердечия, приведу, что наши соседи, зная о нашей утрате, тем не менее прислали просить, чтоб я громко не плакала, так как это действует им на нервы. Никогда не забуду я тот вечно печальный день, когда мы, отправив свои вещи на пароход, пошли в последний раз проститься с могилкой нашей дорогой девочки и положить ей прощальный венок. Мы целый час сидели у подножья памятника и плакали, вспоминая Соню, и осиротелые ушли, часто оглядываясь на ее последнее убежище. Пароход, на котором нам пришлось ехать, был грузовой, и пассажиров на нашем конце было мало. День был теплый, но пасмурный, под стать нашему настроению. Под влиянием прощания с могилкой Сонечки Федор Михайлович был чрезвычайно растроган и потрясен, и тут в первый раз в жизни, он редко роптал, я услышала его горькие жалобы на судьбу, всю жизнь его преследовавшую. Вспоминая, он мне рассказал про свою печальную, одинокую юность после смерти нежной им любимой матери, вспоминал насмешки товарищей по литературному поприщу, сначала признавших его талант, а затем жестоко его обидевших. Вспоминал про каторгу и о том, сколько он выстрадал за четыре года пребывания в ней. Говорил о своих мечтах найти в браке своем с Марьей Дмитриевной столь желанное семейное счастье, которое, увы, не осуществилось. Детей от Марии Дмитриевны он не имел, а ее странный, мнительный и болезненно-фантастический характер был причиной того, что он был с нею очень несчастлив. Этими же словами Федор Михайлович определил характер своей первой жены в письме к барону Врангелю от 31 марта 1865 года. Биография и письма, материалы, страница 278, примечание Достоевской. И вот теперь, когда это великое и единственное человеческое счастье иметь родное дитя, посетило его, и он имел возможность сознать и оценить это счастье, злая судьба не пощадила его и отняла от него столь дорогое ему существо. Биография и письма, материалы, страница 288, примечание Достоевской. Никогда, ни прежде, ни потом, не пересказывал он с такими мелкими, а иногда трогательными подробностями, те горькие обиды, которые ему пришлось вынести в своей жизни от близких и дорогих ему людей. Я пыталась его утешать, умоляла его принять с покорностью неиспосланные нам испытания, но, очевидно, сердце его было полно скорби, и ему необходимо было облегчить его хотя бы жалобою на преследовавшую его всю жизнь судьбу. Я от всего сердца сочувствовала моему несчастному мужу и плакала с ним над столь печально сложившуюся для него жизнью. Наше общее глубокое горе и задушевные беседы, в которой для меня раскрылись все тайники его наболевшей души, как бы еще теснее соединили нас. За все 14 лет нашей супружеской жизни я не запомню такого грустного лета, какое мы с мужем провели в ВВ в 1868 году. Жизнь как будто остановилась для нас. Все наши мысли, все наши разговоры сосредоточивались на воспоминаниях о Соне и о том счастливом времени, когда она своим присутствием освещала нашу жизнь. Каждый встретившийся ребенок напоминал нам о нашей потере, и чтобы не терзать свои сердца, мы уходили гулять куда-нибудь в горы, где была возможность избежать волновавших нас встреч. Я тоже тяжело переносила наше горе и много слез пролила по своей девочке, но в глубине души у меня таилась надежда, что милосердный Господь жалится над нашими страданиями и вновь пошлет нам дитя, и я горячо молилась об этом. Надеждою на новое материнство старалась утешать меня и моя мать, которая тоже очень тосковала по внучке. Благодаря молитве и надежде острота скорби моей мало-помалу смягчалась. Не то происходило с Федором Михайловичем, и его душевное настроение начинало не на шутку меня пугать. Вот что я прочла в письме к Майкову от 22 июня, когда мне пришлось приписать к нему несколько слов привета его жене. Чем дальше идет время, тем язвительнее воспоминания, и тем ярче представляется мне образ покойной Сони. Есть минуты, которых выносить нельзя. Она уже меня знала. Она, когда я в день смерти ее уходил из дома читать газеты, не имея понятия о том, что через два часа умрет, она так следила и провожала меня своими глазками, так поглядела на меня, что до сих пор представляется и все ярче и ярче. Никогда не забуду и никогда не перестану мучиться. Если даже и будет другой ребенок, то не понимаю, как я буду любить его, где любви найду. Мне нужно Соню. Я понять не могу, что ее нет, и что ее никогда не увижу. Смотри письма, том 2, 122 страница. В рукописи Достоевской пропуск приводится лишь первая строчка цитаты «Чем дальше идет время?» Такими же словами отвечал Федор Михайлович на утешение моей матери. Меня его подавленное настроение страшно беспокоило, и я с огорчением думала, неужели возможно, что Федор Михайлович, если Господь вновь благословит нас рождением ребенка, не полюбит его и не будет так же счастлив, как был счастлив при рождении Сони. Точно темная завеса задернулась пред нами, так было в нашей семье тоскливо и грустно. Федор Михайлович продолжал работать над своим романом, но работа его не утешала. К нашему печальному настроению присоединилась тревога по поводу того, что стали пропадать адресованные нам письма, и таким образом затруднялись сношения с родными и знакомыми, а эти сношения составляли единственное наше утешение. Особенно было жаль пропадавших писем Майкова, всегда полных животрепещущего интереса. Подозрение о пропаже писем еще более укрепилось в нас, когда мы получили анонимное письмо, где сообщалось, что Федора Михайловича подозревают, приказано вскрывать его письма и строжайше обыскать его на границе при возвращении на родину. Диография и письма, страница 192, примечание Достоевской. Из письма Достоевского Майкову от 2 августа 1868 года. «Наконец я получил анонимное письмо о том, что меня подозревают, черт знает в чем, велено вскрывать мои письма и ждать меня на границе, когда я буду въезжать, чтобы строжайше и нечаянно обыскать». Письма том 2, страница 130. В списке лиц, состоявших под полицейским надзором за 1867 год, наряду с деятелями демократического движения 60-х годов Ткачевым, Благосветловым, Писаревым, Елисеевым, Минаевым, Курочкиным, значится и имя Достоевского. Смотри алфавитный указатель лиц, состоящих под полицейским надзором в Санкт-Петербурге за 1867 год, опубликованный Лемке в полном собрании сочинений и писем Герцена, том 20, страницы 113-114. В инструкции 3-го отделения от 28 ноября 1867 года за номером 1292 было сказано «Секретно, господину начальнику Одесского жандармского управления, поручаю вашему высокоблагородию при возвращении из-за границы в Россию отставного поручика Федора Достоевского произвести у него самый тщательный осмотр и, если что окажется предосудительное, то таковое немедленно представить в третье отделение собственной его императорского величества канцелярии, припроводив в таком случае и самого Достоевского арестованным в это отделение. Управляющий отделением свиты его величества генерал-майор Мединцев. Инструкция была передана начальнику Одесского таможенного округа, а тот, в свою очередь, совершенно секретно уведомил о ней Одесского градоначальника. Смотри сборник творчества Достоевского «Одесса», 1921 год, страница 36-38. Как на грех в руки Федора Михайловича попалась запрещенная книжка «Из времен царствования императора Николая Павловича». Это была вышедшая в 1868 году в Вюрцбурге на французском языке книга Пауля Гримма «Тайны царского двора времен Николая I». В романе Пауля Гримма дана фантастическая картина последних дней царствования Николая I. Событие происходит в 1855 году. Достоевский изображен в романе одним из главных действующих лиц. Он вернулся из Сибири, куда был сослан по делу Петрашевского Петрушевича, и снова активно участвует в тайном революционном заговоре. Члены общества собираются в каком-то подвале, их выслеживают и арестовывают. На допросе в третьем отделении Достоевский не желает назвать имена своих товарищей участников заговора. Его подвергают телесным наказаниям и отправляют в Петропавловскую крепость. Жена Достоевского добивается аудиенции у Николая I, вымаливает у него прощение, но поздно. Достоевский тем временем, вновь приговоренный к ссылке в Сибирь, умирает в Шлиссельбурге. Убитая горем жена Достоевского уходит в монастырь. Николай I видит, что трон его шатается и кончает самоубийством. В первые годы после выхода этой книги существовало подозрение, что ее автор Пауль Гримм, скрывшийся под прозрачным псевдонимом, воспитатель великих князей Август Теодор Гримм, 1805-1878 годы, который в 1860 году навсегда уехал из России в Германию. В письме к Достоевскому от 17 сентября 1868 года Майков категорически отверг предположение об авторстве Августа Теодора Гримма. Отрывок из этого письма Майкова приводит в своих комментариях Долинин. Письма, том 2, 433-я страница. О книге Пауля Гримма и о резко-отрицательном отношении к ней Достоевского смотри в статью Бельчикова «Достоевский. Член тайного общества». В книге Бельчиков «Достоевский. В процессе Петрашевцев. Москва. 1936 год. Страница 236-240». Среди героев выведены Достоевский с женой, причем в романе в числе многих нелепостей рассказано, что Достоевский умирает, а жена его идет в монастырь. Рассказ страшно возмутил Федора Михайловича, и он даже хотел писать опровержение. Имеется черновик письма, но потом решил, что не стоит придавать значение глупой княжонке. Черновик письма Достоевского хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства. Опубликован в книге письма, том 2, 134-я, 136-я страница. Глава шестая. К осени нам стало ясно, что необходимо во что бы то ни стало изменить наше тяжелое настроение, и в начале сентября мы решили переехать в Италию, и на первый случай поселиться в Милане. Ближайший перевал был через горы Симплон. Мы сделали его частью пешком, идя с мужем рядом с поднимавшимся в гору громадным дилижансом, опережая его, поднимаясь по тропинкам и сбирая по дороге горные цветы. Спустились мы в сторону Италии, уже в кабриолете. Кабриолете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова